Ну что ж, а теперь наш череп сказать всем добрый вечер, ведь телемарафон от сердца к сердцу, поддержку детей из театра Глория, школа-интерната для слабовидящих города Жабинки продолжается. И в ближайшие два часа вместе с вами в студии прямого эфира Катерина Тарасевич. И Денис Липкин. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, в первую очередь, хочется порадоваться за всех за нас. Действительно, такая возможность сегодня. Такой замечательный праздник предоставлен нам всем совместными усилиями сделать одно большое доброе дело для деток из театра Глория. Кроме того, мы заранее в предыдущие дни, которые предшествовали телемарафону, рассказывали вам об особенных детках. Да, у них есть, возможно, какие-то физические ограничения, но безграничные возможности в плане силы духа. И мы тоже будем сегодня об этом говорить, потому что это важно, чтобы наше отношение к ним было тоже правильным. Они не нуждаются в нашей жалости, они нуждаются в нашей поддержке. Присоединяйтесь к нам. Ну, как раз о том, как эту поддержку можно осуществить. Дорогие друзья, еще есть время, еще день только впереди. И рабочий день у кого-то только закончился, поэтому приходите к нам в гости на Куйбышево 64. Можно просто с теплыми словами. А можно и захватить какие-то необходимые для детей вещи. Ну и, конечно же, можно идти семьями прогуляться по любимой пешеходной улице города Бреста, где сейчас проходит большой концерт, приуроченный нашему телемарафону. Ну, и еще хочется сказать о том, что уже в течение сегодняшнего дня уже много подарков было преподнесено нашими партнерами, спонсорами, уже, можно сказать, друзьями телемарафона «От сердца к сердцу». И театру «Глори» уже на сегодняшний день. Савушкин продукт предоставил ноутбук. Берестейский пекарь, кондитерские изделия. Страховая компания «Промтрансинвест» перечислила деньги для театра. Брест «Газоаппарат» тоже перечислил значительную сумму. Магазин ткани предоставил так необходимый этим детям для декорации ткани. Поэтому еще раз хочется сказать всем огромное спасибо. И можно перечислять, перечислять и перечислять дорогие друзья. Кроме того, обратите внимание, можно увидеть счет, по которому можно еще перечислять деньги, потому что добро не делается в один день, нет временных рамок у добра. Каждый день можно это делать. Поэтому, уважаемые телезрители, не забывайте. И еще раз предлагаю посмотреть на замечательных талантливых детей из театра «Глория». Поднимаем все ручки вверх. Раз, два, три, четыре, шесть, 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 шесть. Репетиции студии «Глория», как в самом настоящем театре, начинаются с небольшой разминки. Правда, юные актеры становятся в круг и берутся за руки. В считанные секунды происходят удивительные метаморфозы. На детских лицах появляются улыбки, энергия ребят бьет через край. Этот тактильный ритуал не случайен. Из 13 участников театральной труппы пятеро тотально слепые, остальные слабовидящие. Все они воспитанники Жабенковской школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Вообще идея создать какой-то театральный коллектив пришла к нам стихийно. В городе был объявлен конкурс, районный конкурс театральных коллективов на иностранном языке. И мы решили поучаствовать. Мы выбрали для себя мюзикл, потому что наши дети очень успешные в музыкальном направлении. Они очень все хорошо поют. Поэтому мы решили поставить мюзикл. Поставили и не прогадали. Спектакль «Муха-Цокотуха» прошел при полном аншлаге. Премьера покорила компетентное жюри. Первое место в районном конкурсе. Не с пустыми руками коллектив вернулся из областного фестиваля. Зрители аплодировали стоя. Ощущая колоссальную поддержку, и ребята, и педагоги поняли – продолжать стоит. За три года «Глория» выпустила три спектакля. Причем все они на немецком языке. Мюзикл, классическая постановка, теневой театр. Начинающие артисты успели попробовать себя в разных жанрах. Каждый спектакль по-своему интересный и по-своему сложный. И волнительно было всегда. Нужно продолжать дальше и стремиться, и добиваться чего-то большего. Театр для участников «Глория» – это больше, чем просто увлечение. Это самая настоящая терапия. Творчество помогает быть ближе и раскрепощает, избавляет от застенчивости и расширяет границы воображения. Оксана Власюк, кстати, научитель немецкого языка, верит в успех своих детей. До сего момента вопросы, связанные с костюмами, декорациями, инсценировками, она решала самостоятельно. Но чтобы добиться максимума, ей нужна помощь. У нас пятеро детей в коллективе, которые тотально незрячие дети, они не видят ничего. И для них каждое движение сдается с необычайно таким большим трудом. Как ответить, как отреагировать, как прожестикулировать на какой-то вопрос. Для них это тоже большая проблема, как показать восторг, испуг, или там, вау, вплоть до того, что я беру их руки в свои руки, и мы это все делаем. Поэтому нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы наши дети были, как и все остальные детки, пластичными, красивыми. Поэтому нам нужен хореограф, чтобы они видели красоту движений танцевальных и делали их сами, получали от этого удовольствие. Коллектив готов идти вперед, самосовершенствоваться и удивлять. Планов, желания, оптимизма достаточно. Но осуществить все задуманное можно только вместе. Мы обязательно порадуем вас новой постановкой. От сердца сердцу! Хочется присоединиться и пожелать этим детям только, конечно же, творческого роста, дальнейших успехов. И мы сейчас с вами вместе, дружно, все жители региона, можем на это повлиять. Помочь им финансово или еще как-либо. Дорогие друзья, к примеру, этот театр нуждается в труде хореографа. Если вы прямо сейчас возле экранов решите для себя, что я могу помочь, друзья мои, сегодняшний день – это только первая ступень нашего общего добра. Дальше находите смело сайт «Школа-интерната». Ну и, конечно же, контакты можно будет услышать на протяжении всего сегодняшнего эфира. Давайте делать добро вместе! Можно уже считать слоганом нашего сегодняшнего телемарафона. Ну что же, и в течение всего дня с нами на связи открытая студия Татьяна Ключ. Таня, мы тебя приветствуем. Насколько известно, уже подошел гость очередной, причем у него подарок как раз-таки для детей из Театра «Глория». Вячеслав Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какую организацию вы представляете? Я представляю Центр замены масла и ремонта автомобилей 710. Расскажите, что вы подарили нашим ребятам из Театра «Глория»? Мы подарили принтер «Ксерокс» и «Копир» 3 в 1 фирмы «Кэнон». Это цветное устройство, совсем новое. Я думаю, оно качественное. То есть такой усовершенственный, достаточно усовершенственный принтер поедет к нашим деткам, правильно? Да, мы рады помочь детям. Все, что нужно нашим детям, это внимание от нас. Ведь дети – наше будущее. Это очень важно в жизни. Все, что мы делаем, это не все проходит зря. Хочу выразить огромную благодарность организаторам. Спасибо, что даете такую возможность поучаствовать в акции. У нас есть информация, что вы не впервые участвуете в данной акции. Расскажите, что вы чувствуете, когда дарите подарки детям? Ну, приятно всегда помогать детям. У меня хорошее настроение, я с радостью это делаю. На самом деле, мы не первый раз уже участвуем в акции. Как только есть возможность, мы стараемся помогать. Какое у вас сейчас настроение? Настроение у меня приподнятое, соответствует празднику первой защиты детей. Конечно, ну засмущало, засмущало совсем нашего гостя. Но с другой стороны, как можно добиться еще таких улыбок? Мы благодарим вас, спасибо, что поддерживаете. И наши начинания, ну, во благо общего, большого, нужного дела, люди, которые занимаются совсем другой, можно сказать, нетворческой. Хотя, наверное, у вас творческая профессия, а, Вячеслав Викторович? Ну, у меня высшее образование, инженер-технолог, занимаемся мы ремонтом автомобилей, не совсем связано с детьми. Не просто так же, верно? Ну, согласен. Можно сказать, что не только Вячеслав Викторович принял участие в нашей акции, также мы здесь видим ноутбук, который также уедет в Театр Глория. Савушкин продукт предоставил нам такой замечательный девайс. И помимо этого к нам присоединилось достаточно большое количество горожан, которые приходили, оставляли подарки. Здесь само собой представлена только малая часть того, что находится у нас в студии. И посмотрите, пожалуйста, сколько замечательных игрушек поедет к нашим детям, об этом мы можем говорить. Очень долго и очень много. Все-таки, Танюша, не только конкретные партнеры приходят в студию, а и горожане. Само собой, не осталось равнодушных в нашем городе. Я напоминаю, что вы можете прийти по адресу Куйбышева, 64, оставить свои подарки и обязательно подарить их детям в этот замечательный светлый праздник. Танюш, ну мы не прощаемся, еще много включений предстоит сегодня с тобой, поэтому ждем, ждем гостей города. Жителей города и наших друзей, спонсоров и партнеров. До встречи. Ну, что хочется еще сказать. Не только подарков много мы сегодня получили для наших деток, но и сбылись мечты детей, о которых мы рассказывали ранее. Дети с какими-то ограниченными возможностями, но безграничными, еще раз повторюсь, внутренней какой-то силы, энергии, стремлением идти вперед. И еще раз хочется посмотреть на их таланты, убедиться в том, что безграничное их желание что-то творить. Давайте еще раз познакомимся с Матвеем Вельгасом и посмотрим, как же он умеет замечательно фотографировать. Сестрам Варваре и Серафиме Пузына из Бреста никогда не бывает скучно. Помимо отличных оценок за учебу, девочки обладают просто энциклопедическими знаниями. Не каждый взрослый, например, может рассказать столько интересного о космосе, сколько Серафима. Атмосфера нас защищает от метеоров и других тел космических. А вот на Луне этого всего нет. И поэтому на нее падали и метеоры, и метеориты, и оставляли кратеры. А вот Варвару влечена миром насекомых, причем предпочитает изображать их чуть ли не в натуральную величину. И каждый рисунок сопровождается научным комментарием. У божьей коробки на самом деле прозрачные крылья, а расцветка просто краснотерная. Еще девочки любят вырезать и делать поделки из бумаги. Остается только удивляться, насколько аккуратно у них это получается. Ведь при их заболевании каждое движение дается с трудом. В детстве у сестер было обнаружено генетическое заболевание, вызывающее атрофию мышц. Но это ничуть не влияет на их любовь к творчеству. Даже отдыхом между занятиями у них считается чтение книг или заучивание любимых стихов. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним строя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Ах, Варвара с любопытством свой раз глядывала нос. А скажите, за границей на носы хороший спрос? Подбежал народ с базара. Все кричат, уймись, Варвара! Караул, кричит народ. Любопытная Варвара и весь носа нос сует. Несмотря на такую насыщенную увлечениями жизнь дома, Серафима и Варвара очень любят прогулки. Только вот одна коляска практически непригодна к выездам. А ведь лето уже совсем скоро. И так хочется, чтобы у сестер была возможность вместе наслаждаться свежим воздухом и теплым солнцем, так необходимым для их здоровья. Уважаемые зрители телемарафона «От сердца к сердцу», у вас есть возможность помочь им в этом. А это Матвей Вельгас из Бреста. В свои 9 лет у него уже была персональная выставка фоторабот. Мальчик очень талантливый фотограф. Все, что попадает в его поле зрения, тут же становится объектом для съемки. Но рассказать о своем увлечении самостоятельно Матюша, как ласково его называет мама, пока не может. В детстве у него была обнаружена форма аутизма, при которой речь не развивается. Но родители верили в лучшее и занимались. В результате, спустя 8 лет молчания, Матвей начал произносить некоторые слова. Матюша, посмотри на маму. Как тебя зовут? А фамилия твоя как? Вельгас. Кто у нас дома живет? Котик. А как котика зовут? Погладька у нас зовут котика. Чтобы оценить, какая была проделана работа, нужно знать особенности детей-аутистов. Заставить их что-то сделать практически невозможно. Ключ к успеху в терпении, любви и ласке. И благодаря близким Матвей развивается всесторонне. Занимается плаванием. Любит бывать в Брестском театре кукол и на детских праздниках. И, конечно же, все фиксирует. Пока, правда, на мамин телефон. Сегодня мальчик был бы очень рад новому фотоаппарату. Кто знает, возможно, перед нами будущий известный фотограф Матвей Вельгас. Поддержите юный талант, участвуя в телемарафоне «От сердца к сердцу». Делать добрые дела просто. Если ваше сердце откликнулось на чью-то мечту и возникло желание помочь кому-то из детей, все подробности можно узнать по телефону 20-35-45 или на сайте trkabres.by. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кроме этого, Брестский мясокомбинат сестрам Пузына подарил так необходимую специализированную коляску для прогулок. Поэтому теперь сестры смогут беспрепятственно вместе наслаждаться свежим воздухом и летним солнцем. Сегодня день особенный. Поэтому, дорогие друзья, мы снова связываемся с нашей студией. Корреспондентом Татьяной Ключ. Ведь очередной гость, который готов подарить не только теплые слова, улыбки. А это самое главное. Но еще и какой-то специальный презент. Все подробности у нее, тебе и слово. Конечно, снова здравствуйте. Сейчас я нахожусь в студии. Мы сегодня целый день принимаем, дарим подарки и делаем наших детей счастливее. Сейчас у меня в студии Владимир Николаевич Гончаров, заместитель директора страховой компании «Пронтрансинвест». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что вы дарите нашим деткам? Ну, мы изначально, когда узнали о проведении этой акции на сайте телерадиокомпании, думали подарить что-нибудь материальное. Но, как выяснилось, слишком много желающих подарить материальное из того перечня, что выложено на сайте. Поэтому наш коллектив решил оказать посильную помощь в виде перечисления небольшой денежной суммы на поддержку детского театра «Глория», перечислив деньги на счет Жабенковской школы интернета. Вы впервые участвуете в нашей акции, правильно? Да, мы в такой акции участвуем впервые. Если такие акции будут проводиться ежегодно, мы готовы стать постоянными участниками. Расскажите, какое у вас настроение? Вы перечислили достаточно такую большую сумму нашему детскому дому, знаете, что они пойдут на благотворительность. Вот какое у вас сейчас настроение? Что вы чувствуете? Ну, я чувствую такое удовлетворение. Во-первых, я хочу поздравить всех наших детей, родителей с замечательным днем, днем защиты детей, потом с наступлением каникул. Это немаловажно даже. Пожелать хорошего отдыха, набраться ярких впечатлений и сил перед школой. Ну и, конечно же, успехов в дальнейшем творческом развитии. Скажите, а решение принимать участие в акции, это было решение руководства или все-таки всего коллектива? Это было решение всего коллектива. А вообще, насколько для вас, насколько часто вы какие-то благотворительные мероприятия проводите? Вообще для вас эта тематика близка? Для нас эта тематика близка. Мы постоянно участвуем в различных благотворительных акциях. Недавно, в апреле, у нас также была акция «Подари добро людям». Ну и постоянно проводятся подобные акции. Мы являемся страховой компанией, которая должна обеспечить спокойствие и уют для нашего населения. Учитывая, что сейчас начинается летняя пора, дети занимаются активным отдыхом. Кто-то дома, кто-то в детских оздоровительных лагерях, кто-то уехал за границу. Мы, конечно, всем желаем здоровья, хорошего отдыха. Но в то же время активный отдых связан с какими-то травмами, травмоопасной. Вы, конечно, на страже безопасности, как страховая компания, правильно? Конечно, конечно. И мы рекомендуем, даже советуем родителям всех наших детей страховаться нашей страховой компанией. У нас есть замечательные для этого продукты, как для страхования здесь у нас, для отдыха в Беларуси, так и для отдыха за границей. Допустим, есть очень такой замечательный у нас сручный полис семейный, страхуется вся семья. Чем больше людей застраховано, тем больше скидка. Для примера просто озвучу, что сумма страховая составляет 2500 долларов США при взносе в 10 долларов. Но если страхуется 5 человек, скажем, то это будет 30 долларов, то есть уже существенная скидка. Для отдыхающих за границей детям от 3 до 16 лет у нас 50% скидка предусмотрена. То есть при страховой сумме в 30 тысяч долларов страховой полис стоит всего лишь около 3 долларов при нахождении за границей до 30 дней. Вполне достаточно для отдыха. Вы знаете, с вашим участием стало спокойнее как-то на душе, что действительно Театр Глория соберет всю сумму. Это точно. Защищаем детей. Мы стараемся защищать детей. Спасибо большое. Таня, не прощаемся. Опять-таки же ждем очередных гостей. Ну и еще хочется сказать, что мы приветствуем вас, вы же мотивизрители, из студии прямого эфира. Но кроме этого еще на улице Советской сегодня уже в самом разгаре концерт в поддержку нашего телемарафона. Поэтому воспользуйтесь случаем. Не просто вы станете соучастником, можно сказать, нашего телемарафона, но и кроме этого замечательно проведете этот летний вечер. А вот о том, как ближайшие каникулы можно провести интересно, с пользой, какие возможности предоставляет для этого Центр молодежного творчества в Бресте, мы сейчас посмотрим. Провести время с пользой и развить в себе творческую личность летом можно в Центре молодежного творчества. С 1 июня более 120 детей со всех школ города смогут здесь научиться чему-то новому. Кто-то в художественной секции, кто-то в эстрадной или даже в спортивной. Летний лагерь для них – традиционное место активного отдыха большой компании. Участницы студии «Тарарам» Карина Снебич и Валерия Юнчик свои репетиции не останавливают ни на минуту и мечтают вскоре покорить Евровидение. О прошлом летнем сезоне они вспоминают с восторгом. Пусть греет каждого человека, мы с вами дети прекрасной земли. Это было интересно, так как у нас очень много разных викторин, нет времени скучать, мы все время чем-то заняты, нам весело, спортивные игры, выступления. Мы поем, танцуем, какие-то танцы придумываем, сами приходим, распеваемся, чтобы голос хорошо звучал на концертах. В этом году руководители летнего лагеря обещают детям легкий режим – минимум трудных занятий, максимум развлечений. Такой отдых, говорят, понравится многим, а скучать точно никому не придется. Программа предусматривает отдых, в первую очередь, конечно. Но первая половина дня у нас идет занятие по профилю. У них идут занятия в своих кабинетах, в хореографических залах, спортивных залах. Ну а вторая половина дня – это общее лагерное мероприятие. Мы репетируем, у нас есть разные занятия, нам организовывают квесты и конкурсы. Каждый день у нас есть еще зарядка по утрам. В лагере всегда весело, найдутся друзья. Ты не сидишь дома и не скучаешь, ты всегда со своими близкими друзьями, тебе весело. Это пойдет на пользу, это оздоровительный лагерь. Дети здесь отвлекаются от этих всех игрушек и думаю, они понимают, что это вред. С таким активным графиком дня точно можно забыть о вредных играх и серфинге на каникулах в интернете. А попасть в лагерь может абсолютно любой школьник без исключений. Как и в прошлом году, Центр молодежного творчества приглашает и детей с особенностями психофизического развития. Такие дети у нас есть, занимаются. Их, конечно, немного в силу определенных обстоятельств. Но, тем не менее, мы и этот вопрос тоже предусматриваем. Что у нас он заложен или индивидуальное занятие, или же вместе с группой, в зависимости от самого ребенка, от его медицинских показаний. Летний многопрофильный лагерь будет работать по 18 июня. Незабываемые эмоции обеспечены. Также увлекательно остается пожелать всем детям также увлекательно и с пользой провести свой летний отдых. А наш телемарафон продолжается в поддержку творческим и талантливым детям из Театра Глория. А вас, дорогие телезрители, ждет еще много чего интересного. Вот так, друзья мои, продекламировал Дима Давыдовский. Знакомьтесь, ведь мечты сбываются. Правда, Дима? Ты прислал свое видео-визитку, немного подождал. И вот прямо сейчас в студии прямого эфира тоже наш соведущий. Мы тебя поздравляем с дебютом. И несмотря на то, что ты впервые перед камерами, Дим, нисколько не волнуешься даже. Вот я смотрю. Ну, я как будущий военный пытаюсь сдерживать свои эмоции. Ну да, немного волнуюсь. Катя, Денис, а вы волнуетесь перед своими прямыми эфирами? Ну, безусловно, волнуюсь. Я больше скажу тебе, Дим, что волнение, оно даже необходимо иногда. И если вдруг, ввиду того, что ты уже не один эфир ведешь, да, у тебя какой-то опыт, стоит перед каждым эфиром себя немножечко расшевелить, если вдруг где-то тебе предстоит или какие-то выступления. Оно необходимо, оно мобилизует, оно концентрирует и настраивает на нужный лад. Ну, а потом оно куда-то проходит, исчезает, когда начинается эфир. Главное, главное насчет. Тебе уже не волнительно точно, правильно? Да. Ну, Денис, мы уже услышали, да, что, наверное, мечтает стать военным. Вне военным ты мечтаешь стать, Дима, ввиду того, что как будущий военный озвучил. Но есть еще немаловажные факты и интересные, что касается лично тебя и персонально тебя, поэтому мы предлагаем всем, уважаемым телезрителям, посмотреть видеовизитку Димы Давдовского. У каждого человека есть свой самый любимый спорт, там, к примеру, карате, футбол. А моим самым любимым видом спорта является гребля. Я занимаюсь им уже три года, и я получил юниевский разряд один год назад. Четвертый факт. Я люблю посидеть очень часто в соцсетях, в играх. Ну, в день я могу посидеть один час, сначала погулять, прийти еще час. И где-то в день я могу по четыре часа сидеть. Переходим к пятому факту. Я люблю пользоваться монтажными программами, и я в них разбираюсь средним. Ну, не скажу, что плохо, но средний. Шестой факт будет, что я хочу попасть в телевидение, для чего я снимаюсь, это видеобиография. Седьмой факт. Я люблю выступать, и я очень легко запоминаю текст, который мне дают, и говорят, выучи. Я его запоминаю, может, за полчаса, если он большой, и это максимум срок, который я запоминаю текст. А маленький где-то, три реплики там, я запоминаю, за 3-5 минут. И это была моя видеобиография. Надеюсь, я попаду на телевидение. До свидания. Дима, расскажи, как ты снимал все это дело? Кто помогал? Я сам снимал, установил телефон, сделал как себе съемочную площадку. Какой ты молодец. Ну, и итог вот он, мы видели, собственно говоря. Но меня знаешь, что поражает еще Денис в Диме, что он настолько самостоятельный ребенок. Хочется передать большой привет родителям. Сказать, что это очень здорово, что в таком возрасте ребенок сам принял решение, сам к нам пришел. Да, с родителями мы еще не знакомы, друзья мои. Он уже взрослый. Мы еще приготовили такой сюрприз. Я знаю, что у тебя очень интересная история. Почему ты выбрал такой вид спорта, как гребля? Давай поделимся с телезрителями. Я шел теплым вечерним летним вечером и заметил, как занимаются спортсменами греблей. И мне стало интересно. Я начал, залез в интернет и начал читать про этот вид спорта. Узнал, что он очень хорошо развивает физическую форму, улучшает здоровье. И я записался на него и начал. Но уже почувствовал, ты уже сколько, 3-4 года занимаешься греблей? Да. Чувствуешь, что стал крепким мужчиной? Да, начал больше всего потягиваться. Немного больше, чем раньше. То есть в физкультуре вопросов и проблем нет? Нет. Молодец. А кому бы ты посоветовал мальчикам именно выбрать этот вид спорта? Ну, кто хочет улучшить здоровье и повысить свою как... Фигуру, наверное, улучшить, да? Да. Гребцерни, как правило. Да, вот фигуру в таком возрасте, Катя, конечно, обязательно... Ну, очень важно, начинать можно пораньше, я думаю, что, да? Ну, слушай, всегда успеется. Дим, ну, главное, что основной ведущий-то сегодня ты, а мы просто помощники. Поэтому ближайшие несколько минут все бразды правления в твоих руках. Пожалуйста. Да, увереннее садись за столом. Начинай. Дорогие телезрители, и сегодня мы хотим разыграть билет в детский развлекательный центр под названием «Лабиринт иллюзий». Чтобы получить этот билет, вам нужно дозвониться по номеру 21 55 65 и ответить на такой вопрос. Как называется гараж для байдарок? Вот и весь вопрос. Ну, понятное дело, почему мы так долго говорили про гребли, дорогие друзья. Ведь у нас есть соответствующий вопрос. Но мне кажется, да, совсем недавно Гребной канал отметил десятилетие, первый знаковый юбилей, что это слово уже должны знать все те, по крайней мере, кто живут в близлежащих микрорайонах. А, возможно, кому-то посчастливится, кто-то действительно увлекается греблей 21 55 65. Не упустите возможность выиграть замечательные билеты в «Лабиринт иллюзий». В самый детский день пусть ваши малыши отдохнут, насладятся игрой в этом лабиринте. Да, ну и предоставим возможность подумать нашим телезрителям, да, Дима? Ну, а пока наши телезрители думают, я предлагаю посмотреть сюжет о Жавинском школе-интернате, где детки с ограниченным зрением и... Где они учатся, да, увлекаются. Да, где дается им все для творения и мечтаний. Наши главные герои снова на экране. Смотрим. Набрать текст на компьютере и распечатать его. Казалось бы, дело простое. Не требует ни особого времени, ни усилий. Александр Лешко, воспитанник Жавинковской школы-интерната, несмотря на волнение... Соболнуюсь немножко. ...задачей справляется не хуже зрячих сверстников. Вот только учился общению с техникой шестиклассник несколько дольше. И в прямом смысле на ощупь. Саша слепой от рождения. И теперь можно распечатать. Еще тогда нас не было на свете. Когда гремел салют из края в край, солдаты подарили его планете. Великий май, победный май. Вот. Дисплей со специальным шрифтом – брайлевский принтер. Все эти приборы для незрячего человека играют важнейшую роль. Они – настоящее спасение, как для учеников, так и для педагогов. Незаменима для обучения и брайлевская машинка. Она существенно облегчает труд детей. Печатных помощниц в школе, к сожалению, не так много. Стоит дорого – около 1000 долларов за штуку. В нашей стране подобные средства обучения не только не выпускают, но и не ремонтируют. Пока с этой проблемой справляются местные кулибины. Это электронная увеличительная лупа. Это увеличивает кнопка яркость и уменьшает. Это увеличивает размер шрифта. Это меняет цвет в зависимости от заболевания. В Жабенковской специальной общеобразовательной школе-интернате более сотни воспитанников. Среди них 11 сирот и детей, оставшихся без побечения родителей. Все учащиеся имеют серьезные проблемы со здоровьем. А 9 ребят и вовсе тотально слепые. Первый человек, который сюда приходит, в эту школу, у него возникает желание жалости какой-то, да, как в опыте. А мы нет, мы видим в этих детях нормальных, здоровых детей. Мы стараемся им помочь. Здесь действительно учатся обычные, но особенные дети. Главное их отличие – вовсе не ограниченные возможности здоровья, а вежливость. С нами поздоровались абсолютно все ребята. Мы не заметили зажимов и скованности в общении, зато обратили внимание на теплые отношения детей друг к другу. Чувствуется – здесь им комфортно, здесь их любят, здесь интересно. Если у человека что-то Господь Бог отнимает, то прибавляется в другом плане. В частности, дети наши, которые являются незрячими, они очень талантливые в музыке, в сценическом искусстве. Мы являемся постоянными участниками многих международных республиканских фестивалей. В частности, хочу похвалиться тем, что заняли первое место в республиканском фестивале-конкурсе для детей с ограниченными возможностями «Веселковый Карагот». То есть наша школа-интернат является лидером в этом конкурсе. Диплом первой степени в республиканском этапе озвученного фестиваля и другие многочисленные достижения школьников – результат не только неординарных способностей детей. Слабовидящие и тотально слепые дети обладают прекрасным слухом, они хорошо чувствуют музыку. Победы, причем не только творческие, вряд ли были возможны без поддержки родителей, каждодневного, многочасового, титанического труда педагогов. Физкульт-минутку проводим с огоньками. Будем что, огоньки? Ловить глазами. Ловить глазами огоньки и хлопать. Этот ряд хлопает на зеленый, этот ряд хлопает на синий цвет. Внимательно. Ловим, ловим, ловим. Ловим. Звонки, уроки, перемены – все как везде, лишь с небольшими отличиями. Например, в каждом классе есть вот такие конторки, позволяющие разнообразить монотонный учебный процесс, снимающие статическое напряжение у детей. Эту же функцию выполняет коврик с пуговицами. Ноу-хау учителя коррекции. Еще одно бросающееся в глаза отличие – цветовое решение и учебного заведения, и прилегающей территории. Красным пунктиром метки на стенах, ярко-желтые линии на полу, на дверях круги. Кабинеты дублированы шрифтом Брайля. Все это помогает слабовидящим детям ориентироваться в пространстве, уменьшает риск получения травмы. Правда, есть одно «но» – большое и на данный момент болезненное – адаптивная, безбарьерная среда за пределами школьных стен. Они к этой среде нашей привыкают, понимают ее. Но когда они выходят в жизнь, к сожалению, очень мало таких вещей сделано еще. Очень бы хотелось, чтобы наши дети были приняты обществом. И очень хочется им пожелать, чтобы они были счастливы, удовлетворены жизнью. Потому что, по большому счету, Брайль – это для обучения. Пока еще не напишут дети заявление о приеме на работу Брайлем. Кто будет читать заявление? Никто, правда? Как легко быть добрым на одну минуту. Как просто пустить слезу, восхитившись своей сентиментальностью. А может, давайте не так? Может, лучше по-честному? При создании архитектурных проектов, при благоустройстве города и дворовых территорий, при обычной прогулке по улице. Делать действительно предстоит многое и постоянно. Будем вместе внимательны к тем, кто нуждается в помощи. От мечты к реальности, от планов к действиям, от сердца к сердцу. Уважаемые телезрители, мы напоминаем, что литмотив сегодняшнего нашего телемарафона – это помощь детям из театра «Глория», который как раз-таки и существует на базе Жабенковской школы-интернат. Сейчас вы можете видеть на своих экранах счет, на которые можно перечислять деньги. Еще раз повторю, что добро не ограничивается временными рамками. Каждый день можно дарить свое тепло и доброту нашим детям. Ну, а также мы напомним, что у нас розыгрыш от начинающих телеведущих. И совсем недавно Дима Давыдовский хотел у вас кое-что уточнить. У нас уже есть телезритель, который дозвонился в прямой эфир. Дима, повторим ему вопрос. Ну, а сначала познакомимся. Добрый вечер, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер. Меня зовут Юлия. Дима. Очень приятно. Повтори вопрос. Повтори вопрос. Как называется гараж для хранения байдарок? Я не специалист такой, как молодой ведущий у нас. Но могу предположить, что, наверное, это эллинг. Эллинг или ангар. Замечательно. А откуда вы знаете? Можно поинтересоваться. Вы увлекаетесь этим видом спорта? Как-то связаны, может быть? Сказали, что не специалист. Значит, болельщик. Нет, не специалист, не связано. Просто, ну, когда-то слышала. Не больше, не меньше. И что мы дарим нашей телезрительнице? Мы дарим вам билет в комнату. Иллюзий. Лабиринт иллюзий, да. Замечательно. Можно, конечно, и лично. Но я думаю, вы найдете ему применение по назначению. Спасибо большое. И особенно для тех, кому это нужно лучше всего. Спасибо, что вместе с нами в сегодняшний день. Димочка, ну мы поздравляем тебя с телевизионным дебютом. Ты держался молодцом. Главное, желаю тебе отлично, замечательно, насыщенно, интересно. Главное, с пользой провести летние каникулы. У нас есть для тебя подарок. Конечно же, не с пустыми руками ты от нас не уйдешь. Все-таки сегодня твой профессиональный праздник. Праздник детей. Наконец-то улыбка у тебя появилась, Дима. Будем дружить в социальные сети. Если что, заходи, пиши и общаться. Ты большой молодец. Еще раз хочу сказать, передать привет твоим родителям. Вы можете гордиться своим сыном. Замечательный мальчик. Успехов тебе, Дима. Ну, а мы дальше продолжаем наш эфир. И сейчас мы узнаем о том, спортивная тема продолжается, как могут летом начинающие спортсмены, опять-таки же, интересные, главное, без отрыва от тренировок провести каникулы. Каникулы на десятку нужно проводить с пользой для здоровья. Активный отдых для этого подходит как нельзя кстати. Юные спортсмены со всей области на летних каникулах продолжат заниматься своим любимым видом спорта. Для этого на базе каждого спортучреждения будет создан лагерь с отличным расписанием. До обеда тренировки, затем развлечения. Проходит масса конкурсов. Мы детям не даем скучать, мы с ними ходим в походы, мы ходим на какие-то исторические экскурсии, проводим с ними конкурсы, и конкурс рисунков, и конкурс талантов пении, потому что ребенок должен быть всесторонне развит. Только на базе с дюшер БФСО «Динамо» в Бресте с 5 по 23 июня по четырем видам спорта в художественной гимнастике, полевой стрельбе, тэквондо и борьбе будут заниматься около 150 детей. Среди них и неоднократные призеры республиканских турниров по художественной гимнастике – Яна Борисевич и Маргарита Дмитрук. О прошлогодней смене девочки вспоминают с удовольствием и улыбкой. У нас в лагере бывают две-три тренировки. Мы там работаем с разными предметами, лагами, мячами, скакалками, и нам это доставляет удовольствие. Ходим в кино, по городу гуляем, занимаемся. Дома сидеть скучно, ты никогда не узнаешь мир. А сейчас я езжу по странам. Тренировки, конечно, так и останутся на первом месте, но будущий спортсмен должен развиваться во многих направлениях. Иногда стоит просто сменить обстановку, тогда и тренер становится не таким строгим, и появляется желание побеждать. У каждого тренера есть свой подход, своя методика. Так, если в общих чертах брать все виды спорта, то, скорее всего, наверное, это упорство, это целеустремленность самого ребенка, плюс опыт и знания тренера, ну и хочу сказать, что немаловажная помощь родителей. Каникулы в городе тоже могут быть интересными и полезными для здоровья. Главное – к отдыху подходить креативно и правильно планировать свое личное время. Ну, несмотря на то, что залогом спортивных побед является, конечно же, упорный труд, отдыхать тоже нужно правильно. Ну, а прямо сейчас мы снова хотели бы обратиться к нашему корреспонденту Татьяне Ключеве, тем более к ней прямо сейчас в гости, в нашу специальную студию, присоединился наш добрый друг, товарищ, человек с большим сердцем, солист группы «Спасение» Игорь Муха. Игорь, отдельный привет и тебе. Добрый вечер, выигаде. Спасибо, что всегда с нами во всех добрых начинаниях. Вас даже не нужно представлять. Спасибо. Давайте начнем с того, что мы подарим сегодня нашим деткам. Вы пришли к нам с музыкальным настроением, с музыкальной композицией. Вот настроение мы сегодня им и подарим. Я думаю, что детки уселись у экранов телевизора, они смотрят со происходящим. Я тоже, кстати, посмотрел, пока ждал, ожидал своего выхода. Очень даже интересная программа, потому что, когда мы уделяем внимание друг другу, это всегда очень здорово. Тем более деткам, детки нуждаются во внимании больше, чем взрослые, намного больше, потому что дети – самые незащищенные слои населения. И что мы им дадим, сколько любви мы им дадим, они все впитают. Потом они нам все вспомнят. Сегодня мы будем дарить максимально много любви с вами, правильно? Что мы будем исполнять с вами? Ну, мы поиграем что-нибудь, я имею в виду, на саксофоне, я сегодня принес инструментик. Это саксофон. Да, замечательно. Они не все знают, что это саксофон. Думают, что это какая-нибудь кларнет золотой. Очень расскажу, Игорь, без этого инструмента тебя никто не представляет. Ну, обычный саксофон такой скрученный. Ага, а у вас необычный саксофон? Это тоже, нет, он тоже хороший саксофон. Но не обычный. Не сломанный. Просто вот сопрано самые тоненькие. Есть еще тоньше, но один из самых таких высоких. Игорь, а можно сказать, что сегодня необычный день и для твоей семьи. Вообще, вот 1 июня, день детей для тебя лично особен? Ну, для меня вообще особен, все, что связано с детьми в этом году. Потому что, Денис, я стал дедушкой. Да, я знаю, поэтому и подводим. Чем мы поздравляем. Ну, это изменило мою жизнь. Я тоже стал по-другому, еще как-то более теплее относиться к детям. Стал больше внимания им уделять. Потому что понимаю, что они зависят от дедушки тоже. И хотелось бы, чтобы они все-таки хорошие с меня взяли. Хороший пример. Поэтому я тоже стараюсь быть в форме всех отношений. Замечательно для дедушки выглядишь, Игорь. Замечательно просто. Спасибо, стараемся ради внуков. Недавно моя дочка сказала, что старшая, что ждут еще одного внука. Так что в новом году я буду дважды дедушка. Живите, я говорю, и самому даже приятно становится. Потому что это особое чувство, конечно, быть дедушкой. И вообще, детки, у меня самого трудят детей. Я надеюсь, что остальные мои дети в скором будущем тоже подарят мне внуков. Ну, жизнь меняется. Меняется в хорошую сторону. Потому что когда мы уделяем друг другу внимание, нам самим от этого хорошо. Игорь, ну, ты же еще активный участник благотворительных различных мероприятий. Сегодня наш телемарафон тоже благотворительный. Как ты считаешь, как вот в современном мире, таком суетном, находить вот время, пусть не для глобальных каких-то серьезных подарков, да, ну, найти чуточку какого-то вот своего внимания даже. Мы про деток особенных сегодня говорим. Дети, которые с ограниченными возможностями стараемся привлечь и сакцентировать им не на том, что общество должно правильно к ним относиться, да, не жалеть, а вот именно поддерживать. Они нуждаются в поддержке, да, для того, чтобы дальше развиваться. Потому что настолько они талантливы. Если ты следил за нашим эфиром, да, ты видел, просто не перестаешь удивляться. Вот как считаешь, что нужно? Для себя какую-то установку? Или это все-таки от человека зависит? Да, нужно просто позволять людям, тем более детям, позволять быть рядышком с тобой. Не надо для них много очень делать, но давать просто место в жизни. Они как-то пристроятся, свое такое гнездышко совьют, найдут, и нам абсолютно не будет тяжело, они не будут нам доставлять много трудностей. Наоборот, нам от их присутствия станет лучше самим. Ну, я сказать, чтобы жертвовать там чем-то, да нет, наверное, просто вот я повторюсь еще давать место детям в нашей взрослой жизни. Вот мне несложно, несложно выступать, потому что я ничего для этого не делаю, я все равно играю, все равно пою, мне это нравится, что-то специальное. Я не считаю это никаким подвигом, наоборот, это просто твой талант, который ты не имеешь права претать, не имеешь права использовать только для себя, всегда талант для того, чтобы им как-то служить людям. Вот поэтому это дает тоже силы не задаваться там, не отделять выступления на благотворительные и коммерческие, а просто жить вот и позволять. Ну, а веришь в то, что добро возвращается бумерангом? Все-таки есть такой закон в жизни? Я не верю, потому что добро возвращается, я знаю, что когда ты его делаешь, ты самому себе, в первую очередь, делаешь добро. Но бескорыстное, бескорыстное желание. Вот в это я верю. А то, что ожидать, это как бизнес, ну, что вложил, там, посеешь, пожнешь, конечно, есть закон, посеял, пожал, но это в каких-то больших масштабах, я думаю, что не нужно на этом заостряться, не надо добро использовать в таком бизнес-целях, что, значит, сделал что-то доброе, и ты ждешь уже, тебе уже должны. Нет, это неправильно, это обман, это уже не доброе дело, это корысть. Вот, поэтому просто делать добрые дела нужно, потому что это хорошо, хорошо для себя. Я думаю, что вы сегодня поделитесь своей энергией на Советской в 19.00. Мы приглашаем всех наших телезрителей присоединиться к нашему концерту и посмотреть на ваше исполнение. Расскажите, что планируется, что собираетесь исполнять? Ну, опять же, я взял саксофончик сегодня, потому что из группы, группа разбросана по разным концам мира сейчас, я один, и поэтому я взял то, что я люблю, саксофончик, чтобы поиграть в мелодию. Вот где-то 30-40 минут там я буду на Советской. Но ты уже прогуливался, Игорь, по-советски? Конечно, я уже занес часть своей аппаратуры туда, на чем я буду играть. Ну, людей собралось много, кто-то, много прохожих, мне тоже нравится. Самое трудное, кстати, играть на улице, где тебя не слушают, не приходят родители. Чтобы задержались хоть на пару минут. Поэтому я считаю, что уличные музыканты, ну, хорошие уличные музыканты, это высшее искусство. Чтобы задержать человека, отвлечь от его дела, от покупок, от проблем его, оторвать и заставить себя слушать. Вау, это искусство настоящее. Дедушка Игорь, давай сейчас задержи внимание всех наших телезрителей. Сыграй небольшой фрагмент для затравочки, ну, а далее все можно будет услышать на советском. Да. Ну, такая летняя мелодия. Все, что связано с сегодняшним днем, нашим общим настроением. Большое спасибо, Игорь, тебе. Спасибо, Игорь, это было замечательно. Спасибо. Большое спасибо, Татьяна, и тебе. Мы ждем новых гостей. До встречи на Советской, ну и, конечно же, в эфирах. Да, уважаемые телезрители, напоминаем, можете приходить на улицу Советская, концерт в поддержку нашего телемарафона в самом разгаре. Творческие коллективы, юные таланты и уже состоявшиеся артисты дарят вам свою музыку, свое хорошее настроение. Не упустите возможность. Да, время еще детское, поэтому можно всей семьей отправиться прогуляться, зарядиться отличным настроением. Но еще есть возможность у вас, дорогие друзья, заглянуть к нам на студию, дабы принести какие-то презенты или написать какие-то добрые слова, специальные книги. Дорогие друзья, творите трамбро сегодня, 1 июня. Да, и мы продолжаем говорить о талантливых детях. Пусть у них есть какие-то физические ограничения, но внутренний, душевный их характер движет их вперед. Они умеют мечтать и цели ставят перед собой достаточно глобальные. Им можно даже только позавидовать их целеустремленности. Поэтому еще раз хочется посмотреть на этих ребят. Предлагаем вам познакомиться с ними, а потом мы обязательно озвучим, как исполнились их мечты. Трудоспособности и целеустремленности Егора Татаревича можно только позавидовать. На тренировках не просто четко выполняет поставленные тренером задачи, выкладывается на все 100%. Хотя над координацией пришлось поработать не один год. С рождения Егору поставили диагноз детский церебральный паралич. Но каждодневный труд, упорство, а главное – позитивный взгляд на жизнь привнесли свои плоды. В прошлом году Егор стал чемпионом Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов. Предан своему увлечению и не собирается останавливаться на достигнутом. Я люблю плавание. Оно помогает моему здоровью. У меня после него улучшается настроение. Также оно содействует хорошему укреплению осанки, укрепляет позвоночник. И мне нравится участвовать в соревнованиях. Хочу когда-нибудь поехать на международные соревнования, принять участие в Олимпийских играх. Это моя мечта. Стремление и воля к победе у Егора есть. А вот так необходимые для достижения этой мечты спортивные принадлежности требуют постоянного обновления. Ведь достижения юного спортсмена отчасти зависят и от качества экипировки. Знакомьтесь, братья Некрашевича из Пинска. Денису 13 лет, и он уже является победителем областных соревнований по настольному теннису и ботче. Результат волевого характера и любви к спорту. Каждый день для поддержания физической формы и в первую очередь для укрепления мышц рук – подтягивания. Так как из-за грыжи позвоночника мышцы ног Дениса атрофировались. Но это не мешает ему еще и в футбол играть. Сейчас братом во дворе, но может и друзей на воротах поддержать. К этому виду спорта у него особое отношение. Я люблю футбол. И в свободное время я играю с друзьями в футбол. В моих мечтах поехать в Барселону. Я люблю этот клуб. И хочу увидеть Месси. Чтобы следить за успехами своего кумира, Денис очень бы хотел, как и многие подростки сегодня, какой-нибудь свой гаджет, планшет или ноутбук. А вот маленькому Диме сейчас очень нужен велосипед. Он мечтает, как взрослый, научиться кататься на двухколесном. А пока делает первые шаги к большой сцене. Дима любит петь, и получается у него очень трогательно и проникновенно. В дружной семье Некрашевича воспитывается 10 детей. Если желания Дениса и Димы осуществятся, то они обязательно поделятся подарками со своими братьями и сестрами. Поможем им в этом все вместе. Делать добрые дела просто. Если ваше сердце откликнулось на чью-то мечту и возникло желание помочь кому-то из детей, все подробности можно узнать по телефону 203545 или на сайте trkabres.by Не могу не сказать о том, что мне посчастливилось познакомиться с Егором Татаревичем. Этот мальчик действительно сделал себя сам, его упорство, любовь к спорту. У него диагноз ДЦП, и вот если бы он так усиленно не тренировался, таких бы успехов он не достиг. И я уверена, что мечта об олимпийском золоте у Егора обязательно сбудется. И пользуясь случаем, возможно, Егор, ты смотришь, я передаю тебе привет, удачи тебе. Ну и хочется отметить, что мечты этих детей исполнил. Но, правда, Егор мечтает об олимпийском золоте, а так необходимое каждодневное снаряжение. Ему тоже подарили очки. А вот ребятам, Денису и Диме Некрашевичем, Малорийский ойщи сушильный комбинат Денису подарил ноутбук, который он так хотел. А Диме уже ранее Беловежский, предприятие Беловежский, подарил велосипед. Поэтому, думаю, мальчики уже счастливы. Ну, это, наверное, самые главные и приятные новости сегодняшнего дня. Конечно же, пусть не только для таких деток, а для всех-всех-всех, будет так, чтобы избивались их мечты. Ну, а сейчас мы продолжим детскую тему, потому что у нас в студии к нам присоединилась Надежда Трофимчук, главный детский психиатр управления здравоохранения Брестского облсполкома. Надежда Георгиевна, рада видеть вас в нашей студии. Взаимно добрый вечер. Ну, сегодня праздник. Наверное, для вас это тоже какой-то особенный день. Вот вы шли к нам на студию после работы. Много улыбающихся маленьких брещат. На улице. Ну, пока еще не было заметно вечером, чтобы все гуляли. Наверное, в силу того, что сегодня не так солнечно. Чуть-чуть погода, да, немножечко нас подвела. Но мысль сама о том, что это день защиты детей. То, что нас, взрослых, возвращает от наших сложных вселенских проблем. Эти маленькие существа чудесные возвращают нас все-таки чувствовать прекрасный момент здесь и сейчас, и наслаждаться вместе с ними вот этой семиминутной радостью от самой жизни. Потому что это свойственно именно детям проживать жизнь, и этот момент. Здесь и сейчас, да, это талант, это талант. Вот хочется просто как-то вернуться к этому. Но когда ты был ребенком, все-таки не ощущаешь ни времени, ничего. Хотелось бы побыстрее стать взрослым. Но сейчас вот мы, взрослые с вами люди, конечно же, мечтаем о том, чтобы вернуться в детство. То беззаботное время. Ну, переходим все-таки к теме. Да, есть серьезные вещи. Надежда Георгиевна, ваша работа связана с детьми, у которых особенности психического развития. Насколько я знаю, все-таки эта проблема актуальна на сегодняшний день. И количество таких деток увеличивается. Это так? Очень актуальная проблема. И вы знаете, что происходит в течение ряда лет в Республике Беларусь. Повышение рождаемости и снижение смертности. Но при этом снижается все-таки количество детей, имеющих средние темпы психического и физического развития. И на тысячу новорожденных, по данным Министерства здравоохранения, 202 ребенка нездоровые. Это 25%. Все-таки не снижаются, а увеличивается эта цифра, да? Да. И задержка внутриутробного развития, перинатальная энцефалопатия. Это очень важная проблема педиатрии, неврологии, детской психиатрии. И, к сожалению, в течение последних лет частота этой патологии увеличилась более чем в два раза. А в чем причина? В чем пинать на экологию или еще что-то? Отчасти вносит, конечно, большой вклад на следственные факторы и накопление генетических поломок в роду. И существенным фактором является ослабление репродуктивного здоровья будущих мам, накопление хронических заболеваний к моменту зачатия ребенка. И это, конечно, способствует тому, что беременности рода протекают сложно. Организм мамы должен накопить определенный потенциал к тому, чтобы выносить здорового ребенка и родить его. И поэтому мама каждая должна знать, что полезно и что вредно ее малышу. Например, сидеть возле компьютера и телевизора, даже читая статьи целый день о том, как быть хорошей мамой, вредно. И более полезно находиться все-таки на природе, активно двигаться, общаться со своим малышом, слушать красивую музыку, смотреть на прекрасные вещи. А вот все-таки первая часть, которую вы обозначили, у нас сейчас год науки, вот эти поломки, вы красиво их назвали. Как можно выяснить и уточнить, было что-то у предков ДНК, а не так? Конечно, есть в каждом роду предрасположенность к определенным заболеваниям. И поэтому не зря, когда родители планируют беременность, нужно таким образом организовать свою жизнь, чтобы снизить вероятность. Если, допустим, у мамы есть какое-то хроническое расстройство, нужно обязательно активно диспансерно наблюдаться у своего профильного специалиста, у своего врача и снизить риски, минимизировать какое-то обострение во время беременности. Можно так сказать, что вот называют статистику, каждая пятая семья, ну будем говорить о том, что все-таки ребенок должен рождаться в семье, они не должным образом подходят к такому важному моменту, как увеличение своей семьи, да, появлению ребенка. Да, есть эта тенденция, и поэтому не зря все службы и ведомства системы охраны детства настолько проводят мощную информационную кампанию с молодыми родителями, с будущими мамами о том, чтобы обратить их внимание, как важно вовремя предусмотреть и профилактировать, чем потом решать эти сложности, когда у ребенка уже есть дефициты, проблемы и особенности развития. Надежда Георгиевна, сегодня много было сказано о детях с ограниченными возможностями, да, в нашей области есть различные центры реабилитационные, да, где дети с физическими ограничениями, а вот детки, у которых нарушения психические, в какой помощи они нуждаются на сегодняшний день и какие возможности есть в нашей области? Дети с диагнозом детский церебральный паралич и последствия органического поражения центральной нервной системы у нас получают комплексную медицинскую реабилитацию в областном центре медицинской реабилитации «Тонус». А вот дети с другими нарушениями психического развития, дети с аутизмом, с расстройствами речи, с синдромом гиперактивности, с дефицитом внимания, они лишенены такой комплексной помощи, они не подходят по показаниям в этот центр. И поэтому, к сожалению, многие родители, семьи обращаются в зарубежные и частные центры, и это не всегда решает проблему, зачастую усугубляет, как для семьи, так и для специалистов области, потому что и отдаленность зарубежных и частных центров, и высокая стоимость курсов не дают детям реабилитироваться часто, семья может поехать не более одного раза в год. То есть можно сказать, что у нас достаточно хорошее и оборудование, и специалисты, чтобы с таким ребенком могли заниматься здесь, на месте? У нас в области есть профессиональная команда в детско-психиатрической службе, в частности, есть интересные проекты и планы, которые пока на сегодняшний день пока не реализованы. И мы находимся в состоянии некоего ожидания и спонсоров, и сотрудничества на всех уровнях. Я знаю, что вы боитесь немножечко сглазить, но все-таки, может быть, несколько слов вот об этом проекте. В идеале, если что, должно быть, чтобы эти детки комплексно получали помощь. Какая она должна быть? Какого рода? Вы очень верно заметили, что главным успехом помощи этим детям является доступность комплексного подхода. И он должен включать те методы, которые эффективны именно для данной группы детей, для детей с психической патологией. И, конечно, это и лекарственная комплексная терапия, это кинезиотерапия, это нейродинамическая гимнастика, это нейропсихологическая коррекция, дефектологическая коррекция, логопедический массаж, логоритмика, психологическое консультирование, сопровождение родителей в процессе воспитания ребенка, психотерапия, игровая с детьми, их очень много методов различных. Психотерапия детско-родительских взаимоотношений, потому что они нередко нарушены. И, конечно, физиотерапия, вот включение микрополяризации, слуховых методов, массажа. Это вот все-таки уже современные или классические? Современные методы и технологии, которые научно обоснованы и имеют доказанную клиническую эффективность. Ну а что мешает только финансы реализовать это? Да, на сегодняшний день мы ждем спонсоров и ждем сотрудничества на всех уровнях, чтобы нас услышали и помогли. Можете даже сейчас и чаще об этом говорить, потому что даже сегодняшний день и сегодняшний телемарафон, он особенный. Мы помогаем детям, и я думаю, что стоит обратить внимание и на вас, и я думаю, вы тоже обратили внимание, что не только брещане, жители всего региона, у нас люди неравнодушные. Да, в очередной раз, да, второй год, мы проводим телемарафон, да, и просто поражаешься. Кажется, что все сплотились вот в желании помочь. Сегодня мы помогаем театру «Глория», да, детки слабовидящие. Но возвращаясь к детям с психическими какими-то сложностями развития, да, синдром Дауна, я знаю сегодня, аутисты, деток таких тоже все больше появляется. Мы делали сюжет, например, мальчик-аутист Матвей, но он настолько увлечен фотографированием, да, и вот такое ощущение, что Бог что-то, может быть, где-то не додал, да, оно в чем-то ему предоставило такие, такое видение мира. Мама говорит, что все подряд сфотографируется. Есть мальчик с синдромом Дауна, Никита, как он читает стихи, просто поражаешься. Но при этом, пообщавшись с мамами, видя, насколько они вовлечены в их жизнь, понимая, что это 50% как минимум успеха их детей. Вот насколько важно, чтобы родители были включены, и какое правильное взаимоотношение вот таких особенных детей, да, у родителей, к ним, какое должно быть? Очень хороший вопрос. Активность родителей здесь два полюсных аспекта имеет. Нет. Родители активность свою могут направлять избыточно на ребенка и жить постоянно огромными ожиданиями от него. И от того, что они могут отдать его, например, на программу обучения, которая не соответствует его возможностям, и зоне его ближайшего развития, они думают, что если ребенок будет учиться по более сложной программе, он будет смотреть на окружающих детей и тянуться. Но на самом деле это приводит к обратному, нередко к регрессу. И также эти активные родители вводят ребенка по всевозможным дефектологам, частным, и пытаются нанять ему какие-то новомодные развивающие методики в ущерб эмоционально-личностному общению со своим ребенком. И это тоже приводит к крену в развитии ребенка в определенном направлении. И противоположный полюс, когда родители направляют активность на себя. То есть они настолько все делают за ребенка и развивают в нем синдром выученной беспомощности. Но найти золотую середину в любом деле сложно, тем более в таком, когда это твой ребенок. Конечно, на это помочь найти золотую середину призваны как раз специалисты специального образования и специалисты детской психиатрической службы. Потому что из всей группы детей наиболее нарушено функционирование семей, воспитывающих детей с аутизмом. В силу особенностей этих детей, сверхчувствительности, непереносимости новизны, нарушения коммуникации, в силу их определенных стереотипных привычек, которыми их очень много. Получается так, что мама включена в этого ребенка. И в самом активном, молодом, трудоспособном, социально-продуктивном возрасте она, по сути, становится системой жизнеобеспечения для своего ребенка. Возникает такая созависимая система мать-больной ребенок. И в конечном итоге нарушается развитие личности, мамы. Даже такое возможно? Конечно. Поэтому в силу вот этих сложных проблем в последнее время огромным потенциалом для повышения устойчивости и социальной адаптации таких семей играют группы родительской взаимопомощи. Родители объединяются, и многие папы и мамы являются настоящими экспертами в проблемах своих детей. Они очень активно поддерживают друг друга, помогают, консультируют. Вот. Поэтому на сегодняшнем этапе эффективно развивать все-таки дистанционные формы помощи таким семьям. Это онлайн-консультирование специалистов, это форумы регионального уровня, на которых бы мы обсуждали конкретные учреждения образования. А на сегодняшний день это уже есть, Надежда Георгиевна? Нет, это группа отдельных мам, да. Это особая тема где-то там в контакте. Это самые-самые активные родители. Да, но если бы существовал такой форум на региональном уровне, это было бы огромным подспорьем родителей. И можно было бы в этом форуме и школу для родителей организовать по всем проблемам. Надежда Георгиевна, а как вы считаете, насколько, если я не ошибаюсь, в советское время было не принято как-то особо афишировать детей инвалидов, детей с какими-то... Как-то старались умалчивать, особо не показывали, не рассказывали о них. На сегодняшний день, как мы убеждаемся, очень много талантливых детей, но, может быть, некоторые родители где-то стесняются, да. Вот готовы ли мы, чтобы и общество принимало их как равноправных, да, не жалело, без нисхождения, так скажем, да, с ними общалось. И родители тоже чувствовали, что их ребенок так же полноценно может жить и радоваться всему окружающему. Ну, вы знаете, что психическое расстройство, нужно понимать, что это очень тяжелое испытание как для самого ребенка, так и для его семьи. И мне очень нравится ответ, запоминается вот ответ директора областного центра нашего коррекционно-развивающего обучения ЖУК Татьяны Васильевны, которая говорит, что цель всех субъектов профилактики и всех ведомств системы охраны детства в том, чтобы поддержать человеческое в человеке, в этом ребенке, даже в самых тяжелых и сложных случаях, чтобы этот ребенок реагировал на окружающее, чтобы у него проявлялись эмоциональные реакции, чтобы он стремился к коммуникации, пускай даже не речевым способом. Но в то же время вот этот тяжелый крест этих детей, как и всех людей, у которых есть хроническое тяжелое заболевание, позволяет и нам самим поддерживать человеческое в нас, потому что мы можем к ним проявлять милосердие и заботу, мы можем проявлять ответственность и решительность, и вообще мы можем правильно расставлять приоритеты в своей жизни благодаря этим детям и этим людям. И мне очень нравится позитивный опыт одного детского дома, куда приглашали студентов-волонтеров для того, чтобы они проводили время с детьми от нуля до трех лет. И студенты приходили, играли, разговаривали, общались просто каждый день, без специальных методик проводили с ними время. И по итогам они внесли существенный вклад в развитие этих детей, снизили последствия депривации, отсутствия материнской заботы. Надежда Георгиевна, замечательная возможность сегодня есть обратиться ко всем родителям. Вы тесно сотрудничаете, как я понимаю, по роду своей деятельности с ними, ну и всем деткам, ввиду того, что сегодня праздник. Несколько слов. Родители особенных детей постоянно ставят перед собой разные задачи. И стремятся все к новым достижениям, и ожидают все больших и больших успехов своего ребенка. И при этом они живут и надеются, что, может быть, когда-нибудь им станет легче, может быть, когда-нибудь появится возможность сделать какую-то покупку или осуществить поездку, не связанную с лечением и реабилитацией. И вот эта жизнь, отложенная на завтра, может так никогда и не прожиться. Поэтому хотелось бы пожелать родителям особенных детей, чтобы они понимали и верили, что у их особенного ребенка есть свой индивидуальный, особенный, уникальный жизненный путь. При этом именно они лучшие родители для своего ребенка. И это не мешает им жить полноценной жизнью. Спасибо. Спасибо вам за то, что нашли время, пришли к нам в гости и поучаствовали в телемарафоне. Спасибо вам большое. Ну а мы продолжаем наш телемарафон, продолжаем говорить о тех людях, показывать, кто делает добрые дела, участвует в нашем сегодняшнем телемарафоне. Кроме этого, уже неоднократно мы озвучивали, какие подарки были подарены и детям из теорта «Глория», и деткам с особенностями физического развития. Но и исполняются мечты сегодня. Вот прямо сейчас предлагаем посмотреть о том, как же исполняется мечта Настя Горбач. Смотрим. На вопрос «Кем ты хочешь стать?» Настя Горбач из Барановича, не задумываясь, отвечает художникам. Все свое свободное время девочка посвящает любимому делу – рисованию. Я хожу в художественную школу, очень люблю рисовать куколок, куколок всяких разных, красками, карандашами рисую. А яркие краски работ наглядно иллюстрируют внутренний мир девочки. Настя очень жизнелюбива и жизнерадостна, и во всем стремится достичь каких-то успехов. Учеба ей дается на отлично, и свой диагноз ДЦП не воспринимает как данность. Ее желание ходить было настолько сильным, что каждодневные занятия принесли свои плоды. Сегодня Настя самостоятельно может преодолевать немалые расстояния. А еще в мечтах – персональная выставка ее рисунков. И для того, чтобы находить новые идеи для своего творчества, девочка очень хотела новый сенсорный телефон. О ее желании узнали отзывчивые сотрудники фирмы Red Computer Service, которая занимается в городе Барановичи ремонтом и продажей техники и электроники. И поспешили порадовать Настю своим подарком. Дарим тебе смартфон. Смотри, какого они тамат. Вот, на нем ты сможешь как осуществлять звонки своим любимым и родным, также работать в интернете и также осуществлять какие-то, скажем так, снимки. Он оснащен камерой. Я рада, что у меня сбылась моя мечта. Спасибо вам за то, что исполнили мою мечту. Несколько минут знакомства с долгожданным смартфоном, пару рекомендаций от Романа, директора Red Computer Service. И вот уже новый гаджет готов радовать Настю своими возможностями. Теперь девочка не только сможет снимать видео, делать фотографии, но и с помощью обучающих программ в интернете научится еще лучше рисовать своих любимых героев. Как рисовать принцессу? От лица Red Computer Service хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность участия в данной акции. Все-таки хоть на секунду почувствовали себя, пусть маленьким, но волшебником. И осуществили давнюю мечту Насти и подарили ей замечательный смартфон. Вот так совместными усилиями удалось сотворить маленькое чудо еще для одного ребенка. Думаем, что теперь творчество Насти заиграет новыми яркими красками, и в скором времени состоится ее персональная выставка. Ведь талант обязательно должен быть оценен окружающими. Спасибо вам, что не забываете о таких детях особенных. Благодаря вашему телеканалу узнают другие люди о том, что эти дети также любят рисовать и заниматься творчеством. И спасибо еще раз телеканалу «Беларусь 4 Брест» за то, что исполнил нашу мечту и поможет дальше развиваться нашему ребенку. Ну, конечно, Настя большая, молодец. И мы пожелаем ей и дальше развивать свой талант. Но и верим в то, что совсем скоро пройдет ее персональная выставка. Мы ей всячески этого желаем. Ну, а с нами вновь на связи открытая студия. Татьяна, хорошо, будем ждать. Я тогда немножечко еще скажу про Настю Горбач, о том, что она девочка очень скромная, и при этом, обратите внимание, у нее тоже диагноз детский церебральный паралич, но при этом она ограничена была в возможностях ходьбы, ножки у нее совсем плохо работали. Но она настолько хотела ходить, и при помощи мамы, каждодневный труд, они тренировались достаточно много. И это привело к тому, что на сегодняшний день действительно Настя может преодолевать достаточно серьезные расстояния. И мы желаем ей дальнейших успехов, и чтобы она была здорова. Ну и самое маленькое, что можно было реализовать, это, конечно же, тот презент, о котором она загадала. И сегодня, к первому июня, обязательно эти мечты сбываются. Вот такой своеобразный Новый год, дорогие друзья, и это здорово. Праздников много не бывает. И наконец-то, Татьяна, с нами на связи. Мы уже знаем, что как раз-таки для Насти Горбач не заканчиваются на этом подарке. Да, еще какой-то сюрприз. Пожалуйста, подробности. Да, об этом я расскажу вам, собственно, сегодня. Значит, сейчас у нас в студии Вадим Юрьевич Горбач, это учредитель сети салонов «Орта Плюс». Он, собственно, тоже принес свои подарки для Анастасии. Расскажите, что вы подарите нашему девочке? Ну, конечно, сегодня в этот большой день и праздник. Специфику своей работы мы не могли пройти мимо такого праздника. И, конечно, по обращению и помощи мы хотели бы для Анастасии подарить, как уже ведущие сказали, сертификат на приобретение ортопедической детской обуви фирмы Рена, который поможет ей вот первый день сегодня лета, да, бегать, прыгать, и поможет вот этих начинаниях, которые мама делает с дочкой, стать немножко легче и добавить ей немножко больше вот мобильности, чтобы она бегала, играла до комфорта, прыгала. А скажите, пожалуйста, вообще, насколько важно вот в детском возрасте выбирать правильную обувь? Вот именно ортопедическая обувь, что она даёт? Ну, дело в том, что правильная ортопедическая обувь – это основа, залог здоровья всего организма детей. Это развитие начинается, как вот только ребёнок становится, прямохождение и взаимосвязь всех, ну, дальнейшие патологии – это очень важно. Поэтому обращать внимание, в какой обуви ходят наши дети – это, наверное, одно из первых принципов ортопеда, так как мы сами являемся врачами-ортопедами. Поэтому мы акцентируем внимание родителей именно на этой проблеме. А что касается у детей, которые есть, конечно, поражение какое-то, это очень важно, потому что дальнейший прогноз и развитие ребёнка зависит в том числе и от ношения правильной ортопедической обуви. Ну, а всё-таки вот воспользоваться и носить ортопедическую обувь дети должны просто как обычную обувь они могут? Или всё-таки, если какие-то возникают вопросы, там, может быть, подозрения на плоскостопие? Давайте так, скажем, повседневная она должна быть? Да. Дело в том, что каноны ортопедии, они предполагают, что вся детская обувь, она должна быть ортопедической. И, в принципе, любой производитель качественной обуви, он на это акцентирует внимание. Но, к сожалению, на рынке, на нашем сегодня много предложений, да, и в связи с того, что наша, допустим, фирма несёт и просветительную роль, да, мы постоянно разговариваем с родителями, акцентируем внимание на правильные модели обуви. Поэтому она, конечно же, должна быть повседневной, потому что забота о детях, она складывается не только тогда, когда люди сталкиваются с трудностями, как вот Анастасия, но и дети, которые повседневно развиваются. Там главное не упустить момент, потому что ребёнок растёт, и здесь главный каждый дневный труд. В том числе это, конечно, больше труд родителей. Мы только помогаем. Вы сегодня впервые участвуете в нашей акции, занимаетесь благотворительностью, однако я знаю, что ваша фирма безвозмездно оказывает услуги для детей. Расскажите подробнее об этом. Ну, наша фирма возникла сама, как идея врачей-драматологов-ортопедов, в связи с тем, что наше население сталкивается с ортопедической помощью, с проблемой оказания. Поэтому и родилась сеть салонов, она сейчас насчитывает 6 магазинов в различных областных центрах, где мы бесплатно оказываем именно консультативную врачебную помощь по подбору ортопедических изделий. То есть мы занимаемся именно тем, что вот каждое ортопедическое изделие, оно несёт какую-то определённую функцию. И лучше эту функцию, чем врач-ортопед, не сможет применить. То есть вся наша работа – это последовательное действие назначения врачей. Поэтому по этому принципу мы работаем, если у кого-то есть какие-то проблемы или сложности, мы, конечно же, всегда окажем консультативную помощь и поможем. В первую очередь, конечно же, и детям. Ну, это и стельки, это и корректоры осанки, и массажные какие-то вещи. То есть всё, любые изделия. То есть мы как бы компетентные, сотрудники наши тоже имеют такую... Я думаю, Анастасия, мы будем в тесном контакте, потому что такие дети к нам приходят и потом, как правило. То есть если у нас появляются какие-то сложные дети, они всегда с нами. Бывают там дети с разным развитием стоп. То есть это индивидуальный подбор. Мы всегда идём к ним навстречу, потому что фирма Рена – это польская фирма, но это ортопедическая клиника. Это не массовое производство, основанное там врачами тоже, ортопедами. И они идут к нам навстречу для таких детей. Это, конечно, всегда мы идём к ним тоже вперёд. И они курируются нами постоянно. Поэтому мы думаем, что с Анастасией мы уже будем в тесном контакте. И нам будет очень приятно участвовать в таких мероприятиях и дальше. Ну и приятно нам, что мы тоже с вами в тесном контакте. Но всё же скажите, проблемы, если использовать некачественную обувь и покупать такую для своих детей, они вообще глобальные? Глобальные, да. Или только плоскостопие? Нет, к сожалению, это не плоскостопие. Это развитие всего порно-двигательного аппарата. Это коленные суставы, это позвоночник, это проблемы с тазом, это проблемы у девочек дальнейшие какие-то могут развиваться. Поэтому я ещё раз акцентирую внимание. К сожалению, у нас много по городу, это уже профессионально я вижу, когда много ходит детей, хочется охватить эту проблему как бы больше. Но вы подходите на улицах? Да, иногда. Человеку. Не держитесь. Да, бывает, да. Хочется сказать. Иногда родители по-разному относятся к критике. Когда я говорю, знаете, вашему ребёнку вот эти спортивные обуви не совсем подходят, надо немножко коррегировать, потому что будут проблемы. Но некоторые находят понимание, да, куда можно прийти, нам никто не говорит об этом. Потому что, к сожалению, конечно же, как такой диспансеризации сейчас мало. Дети оказываются внимания, поэтому мы эту функцию берём на себя. Ну и, в принципе, у нас всё пока получается. Может быть, вы посоветуете, извините, я не перебью тебя, чтобы предотвратить какие-то проблемы, периодически, может быть, обращаться к ортопеду, чтобы какой-то профосмотр проводить ребёнка, чтобы понимать вообще в том направлении, в том, правильная обувь, неправильного ребёнка. Конечно, конечно. В первую очередь это должна быть консультация ортопеда. Вот, ну, знаете, иногда бывает, что родители считают, что у него всё хорошо. Всё хорошо, так ну, да, да. Да, как бы они не обращают это внимание. Такие вещи, они сложно заметны, да? Да, да, к сожалению, да. Зла сомбывателями. Да, да, это сложная проблема, иногда сложно её увидеть. Здесь действительно нужно такой намётанный глаз, да. Бывает так, что в поликлинике врачи, ну, мама не жалуется, врач, соответственно, не может где-то уделить лишнее внимание, обратить на это внимание. И это так проходит до, допустим, призыва в армию. И когда уже проблема актуальна, да, все начинают, а почему мне об этом никто не говорил? Так вот, как бы мы стараемся всех мам, мы работаем и с детскими садами, то есть и с дошкольными учреждениями, обратить внимание на то, что проблему надо решать вот сегодня. Завтра уже, может быть, немножко сложнее это сделать будет, да, больше коррекции требуется. Потому что у детей это самый благодатный материал, скажем так, с кем приятно работать. И здесь очень хорошие результаты на будущее. Поэтому всех еще раз, родителей, в этот день обращаю внимание, занимайтесь детьми, обращайте внимание в том, о чем они ходят. Это очень важно, потому что, ну, качественных вещей сейчас есть выбор. Старайтесь придерживаться качества. Спасибо большое, очень ценные советы. Благодарю вас. Спасибо, Таня, не прощаемся. Ну и напоминаем, что добро не имеет временных рамок. Уважаемые телезрители, каждый день можно делать добро, совершать хорошие, добрые поступки. И мы напоминаем, что сколько подарков сегодня было подарено детям из театра «Глория». Периодически вы видите счет, на который можно перечислять деньги. Дети много гастролируют, делают постановки, хотят двигаться вперед. Просто им нужна наша помощь и поддержка. Кроме того, ранее в нашем телемарафоне уже были подарки от чешского консульства в Бресте, от Владимира Микулича до констовары для театра «Глория». Магазин «Хадаби краски» подарил деткам. Брестский плодовощ, фрукты, заботиться о здоровье, чтобы летние каникулы еще и вкусно проходили. Брестский кукольный театр, билеты на спектакли. Такси-сити в Бресте. Бесплатные поездки для семей Татаревич, Вельга, Спузына. Мы уже познакомились сегодня с ними. Ну и переходим к нашей самой интересной части. Ну и конечно же, дорогие друзья, прежде всего, сегодняшний день – это благотворительность. Благотворительность, которой мы вместе с вами только и можем заниматься. Но еще сегодня – это возможность юным брещанам, юным жителям нашего региона попробовать себя в качестве телеведущих. И прямо сейчас, совсем скоро, в нашей студии появится девочка по имени Маша. А пока давайте знакомиться. Моя мечта – быть полезной людям. Я не хочу прожить жизнь просто так. Я хочу идти вперед. Мне только 15 лет, поэтому я думаю, я много готовлюсь. Очень люблю быть ведущей на разных мероприятиях. Я даже не знаю, сколько сценарий я завою, вот такую коротенькую жизнь я уже подержала в руках. А слова типа «конкурс» приводят некоторых людей не просто к волнению, а в неописуемый ужас. Знакомо ли вам чувство волнения перед выступлением? Сейчас я очень волнуюсь, честно вам скажу. Здоровье – это главное. Только здоровый человек может быть сильным, красивым, успешным и счастливым. Здоровье – это один из главных источников счастья человека. Неоценимое его богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но которое можно быстро и легко растерять. Я надеюсь, у Егора загорелся олимпийский дух, который поведет его до того устренного, физического и духовного совершенствования. Спасибо большое за внимание. А с вами была Дегилева Мария. Я надеюсь, до новых встреч. Ну и, собственно говоря, Маша Тегилева сегодня у нас в гостях. Мы рады тебя видеть. Понятное дело, что такую визитку не заметить нельзя было. Ну, было очень сложно, Маша. Ну, такое оригинальное преподнесение материала. Как возникла идея вообще? Спасибо большое. Ну, значит, я открыла интернет и смотрю, что вот такой вот конкурс замечательный проходит, чтобы можно себя попробовать телеведущим на таком канале. И решила, почему бы не записать свою визитку, а вдруг повезет. Мечтала все-таки, да? Да. И тут вот я здесь сегодня. Ты сказала, попробовать себя в роли телеведущей, но, насколько мы поняли, опыт у тебя уже телевизионный был. Да, правильно. В 2016 году вышел пилотный выпуск программы «Здоровому здоровье здорово», где непосредственно я... Люблю это название, ты знаешь, да? Где непосредственно я и моя знакомая Чинцова Варвара были ведущими. Также я участвовала в видеопроектах, таких как «Азбука творчества», «Краски», «Дорогим матерям посвящается». А еще я регулярно являюсь ведущей разных мероприятий, конкурсов, областных и районов. Скажи честно, вот есть функция фото и видео. Ты что выбираешь, когда необходимо что-то оставить на память? На память всегда фото, но видео тоже люблю снимать. Фото – это проще, это проще намного. Сфоткала и все. А еще, знаете, когда я пришла к вам в студию, я столкнулась с такой сложностью. Я не могла понять, в какую камеру мне смотреть. Есть здесь столько камер. А с какими вы сложностями встречаетесь в своей профессии? Ну, ты знаешь, иногда эти сложности остаются и по сей день выбирать камеры, потому что не всегда хорошо видно, но все же есть свои нюансы. Кстати, вопрос был тебе. Мне? Ну, хорошо. Я с удовольствием отвечу. Просто для меня существует такая сложность. Требования профессии таковы, что иногда нужно говорить лаконично, кратко, сдержанно, емко, по сути. А хочется вот немножечко лишнего, водички полить, что не всегда является правильным. Вот есть такая сложность для меня. Стараюсь работать над собой. Водички полить можно и сейчас, наши цветочки взбодрить за весь день. Сложностей много. Есть своя специфика во всем, в любом деле. Главное это дело – любить, и тогда тебе все вернется, столится. И ты будешь сидеть и, как говорит молодежь, кайфовать здесь в студии. Вот ты кайфуешь сейчас? Конечно, на меня столько людей смотрит. Как можно не кайфовать? И тем более, я думаю, что никаких сложностей не возникнут у тебя сейчас, Маша. Ты – основная ведущая на данный момент. Все в твоих руках. Студия твоя. Дерзай. Я, значит, сейчас проведу небольшой розыгрыш. Дорогие друзья, сейчас у вас появится замечательная возможность выиграть пригласительные билеты в развлекательный детский центр «Лабиринт иллюзий». Итак, чтобы выиграть непосредственно этот билетик, вам нужно позвонить к нам в студию по номеру 21 55 65 и ответить на мой вопрос. Так как я очень люблю поэзию и увлекаюсь вокалом, сейчас я вам исполню небольшой отрывок из произведения одного великого русского поэта, «А вы должны угадать», «А вы должны угадать, чьи это прекрасные строчки и чью же все-таки фамилию я позаимствовала для своего псевдонима ВКонтакте». Очень оригинальное преподнесение. Слушаем. ПЕСНЯ Я люблю, люблю, когда девушки, когда дети поют такие серьезные вещи. Ну и напомню, нашим телезрителям нужно угадать автора этих строк и, соответственно, вы узнаете, какую же фамилию... Ну, нас интересует, да, фамилия. Фамилия. Какую фамилию выбрала Маша в качестве псевдонима. Да, что уже звонок есть. Маша, пожалуйста, принимай. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей Есенин. Да, совершенно верно. Это какую я фамилию взяла себе в качестве псевдонима? Ну, надо сделать фамилию Есенин женского рода. Маша? Ну... Маша? Маша Сергеевна. Есенина. Есенина, совершенно правильно. Как тебя зовут? Правильно, да. Правильно, правильно. Как зовут тебя? Давай знакомиться в эфире. Меня зовут Ваня. Ваня, молодец. Ты молодец. Ты знаком с творчеством Есенина? Родители помогли. Или гугл. Проходил в школе. Какой ты умничка. Молодец. Молодец. Поаплодируем. Мы тебя поздравляем. Ты выиграл этот замечательный подарок. И, собственно, подарок озвучим. Наши администраторы подскажут, как его забрать. А что это? Еще разочек можно... Это пригласительный билет в детский развлекательный центр Мир и Люзи. А, Лабиринт. Лабиринт и Люзи, да. Там есть большие горки, тарзанки. И, в общем, можно здорово провести время. Ну, Машенька, знаешь, о чем хотелось тебя спросить? Вот наш телемарафон показал, что много неравнодушных людей. И мы действительно можем называть уже друзьями, которые стали друзьями нашими. Телемарафон, да. Те люди, которые приходят в нижнюю студию. Дарят подарки, помогают детям. Даже все те прохожие, которые ненадолго останавливаются возле специального эпицентра наших музыкальных событий на Советском. То есть настоящий друг, он же... Когда проверяется дружба, да? В каких-то трудных ситуациях. Вот ты согласна с этим? Для тебя что такое дружба? Да, я согласна. Я бы вам хотела рассказать одну притчу. Один молодой человек всю жизнь считал, что у него очень много друзей и этим гордился. И вот, когда он встретил свою любовь и решил жениться, он попросил отца, чтобы тот выслал пригласительные билеты. Пригласительные на свадьбу. И вот, когда наступил день свадьбы, никто из друзей его не пришел. И он рассердился и спросил у отца, ну, отец, почему ты не пригласил моих друзей? Отец ответил, что я пригласил, но вместо пригласительных открыток я выслал записки с помощью, с просьбой о помощи. Поэтому я считаю, что надо очень трепетно относиться к выговору друзей, потому что, когда у тебя есть слава, деньги и счастье, друзья всегда с тобой. А когда у тебя ничего нет, и друзей, собственно, как таковых и нет. Ну ладно, у тебя друзья есть? Расскажи. Да, есть, конечно. Можешь передать им привет. Я передаю привет всем моим друзьям. Я желаю счастья, здоровья, и чтобы всегда у них были те люди, на которых можно было положиться. Молодец. Сегодня же особенный день. Сегодня будем поздравлять друг друга. Какие-то совместные планы у вас с друзьями на лето есть? Как ты собираешься каникулы провести? Ой, каникулы. Или, как всегда, гитара, книжечка Есенина. Это, конечно, неотъемлемая часть моей жизни. А так, сейчас мне надо сдать экзамены, поступить в лицей. И через месяц я поеду в Голландию тоже к своим друзьям по обмену. Пять лет назад я уже у них была, и сейчас вот мне предоставилась такая возможность. Опять к ним съездить. За пять лет соскучилась? Да, за пять лет соскучилась. Пять лет я у них не была. Это, конечно, очень интересно. Другая страна. Какая-то насыщенная программа ожидается там? Ну, я не знаю, я буду в семье. Да, это сюрпризом будет для меня, сюрпризом. Машенька, ну, ты настолько многогранна, настолько талантлива. Сегодня это было невооруженным глазом. Остается пожелать тебе всего самого наилучшего, дальнейших успехов. В первую очередь, взять экзамены, поступить в лицей. Начинать с такой важный этап в твоей жизни, да, определение. Ну, и, конечно же, мы не отпустим тебя с пустыми руками. Вот такой сюрприз появляется в студии. Спасибо большое, спасибо. Радуй своих друзей, и, возможно, скоро мы услышим, может быть, Машу Есенину, может, все-таки Маша Дягилева. Будешь выступать с какой-то творческой программой тоже. Да, Дягилева тоже очень громкая фамилия. Да, знаменитая. И, говорю, это не просто так. Большой привет твоим родителям. Спасибо. Они тоже молодцы, что вложили в тебя столько усилий, и это ведь не заметно. Вмечательно, девочка. Продолжай радовать их. Ну, несколько слов завершения. Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно поработать сегодня с вами в эфире. И вам большое спасибо, дорогие телезрители, потому что мне представила сегодня такая возможность побыть вместе с вами. Сегодня замечательный день, первый день лета. И я хочу, чтобы вы все провели его с пользой, и чтобы это лето было ярким и насыщенным. А также хочу пожелать успешной сдачи экзаменов выпускникам 9-11 классов. Я знаю, вы волнуетесь, и я тоже. Судишь-то по себе. Да, всего вам самого наилучшего. Молодец. Спасибо тебе. Спасибо большое. Дерзай и успехов. Ну и в продолжение темы дружбы. Сейчас мы предлагаем посмотреть сюжет о очень трогательной, трепетной девочке, которой много друзей, но есть один особенный друг, который верен ей во всем. Давайте посмотрим. В Жабенковской школе-интернате Веронику Анташок называют нашей звездочкой. Ее чистый, звонкий голос – настоящее украшение не только школьных, но и областных, республиканских и даже международных конкурсов и фестивалей. Рожденная слепой, девочка тонко чувствует окружающий мир и искренне реагирует на настоящую дружбу. Причем друзей она находит не только среди людей, но и в мире звуков и музыки. Песня может быть другом. Иногда вот сам поешь и чувствуешь, что у тебя настроение поднимается. В мире, который создала для себя Вероника, душой и вполне человеческими качествами обладают и предметы. Друзья помогают в сложных ситуациях, и трость тоже помогает. Но трость мне помогает чувствовать себя увереннее. И с ней я могу найти дорогу к учебному корпусу или к столовой. Не растерять врожденную активность, оптимизм, талант. Девочки помогают педагоги и самые родные люди – родители. Именно они научили ее видеть мир душой и верить в настоящую дружбу. У меня вообще много друзей и дома, и в школе. Лучшая подруга моя – это Настя Венская. Она веселая. И она мне помогает иногда с домашним заданием. Сидим мы за одной партой, и вот когда ее в школе нет, она болеет или еще что-нибудь, мне становится грустно просто без нее. В свои 11 лет Вероника уже смогла оценить всю силу дружбы. И пусть она никогда не видела лица друзей. Главное, что она чувствует их сердцем. Я хочу, чтобы у каждого человека на планете Земля был хотя бы один, но настоящий верный друг. Хочется пожелать Веронике всего самого доброго, чтобы вот эту душевность свою она сохранила, дарила ее окружающим. Ну и присоединиться к ее словам, к ее пожеланиям, чтобы действительно как можно больше было верных друзей, которые не оставили бы вас, уважаемые телезрители, в трудную минуту. Ну а можно сказать, что другом становится в спортивной сфере для профессиональных спортсменов, атлетов. И не только профессиональных, и начинающих. Конечно же, их тренеры. И прямо сейчас я хотел бы вам представить наших гостей в студии. Это Юрий Лагадюк, тренер по настольному теннису в Брестской городской спортивной школе номер 2, и Дарья Полуян, чемпионка Беларуси по настольному теннису среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здравствуйте, Юрий Петрович, Даша. Как настроение? Поздравляем вас с началом лета. Я думаю, что эту пору года вы тоже ждете. И всегда рады. Конечно. Но сегодня мы много говорим о том, привлекая внимание к детям с какими-то особенностями, с особенностями развития, по-разному говорят, с ограниченными возможностями, с инвалидностью. С недугом. Да, формулировки разные. Я не знаю, имеет ли это принципиальное отношение. Все-таки, наверное, главное – это наше отношение. Юрий Петрович, вот на ваш взгляд, каково оно на сегодняшний день в обществе? И каким, может быть, правильным вы считаете? И есть ли какие-то отличия от профессионалов? Ну, конечно, да. Дело в том, что общество поворачивается лицом. Сейчас нужно отметить этот вопрос. Потому что, ну, скажем так, начинал я сотрудничать вместе с ребятами с клубом «Шанс», как у нас в Близи есть, достаточно давно, уже больше 25 лет назад. Ну, больше это такая разовая помощь, обслуживание соревнований. Я иногда подходил на тренировки, потом все чаще, чаще, чаще. И потом мы, скажем так, открыли, благодаря тому же клубу «Шанс», и пепку Валентина Николаевна открыли группы официально. Официально впервые в Белоруссии открыли группы по настольному танецу, в частности. Ну, и другие виды спорта тоже есть у нас. То есть развивается тема инваспорта все-таки сейчас, да? Да, совсем недавно в нашем эфире, мы ведем программу «В среду пронятаем», как раз была Валентина Пепко, и мы обсуждали тот факт, что профессиональный есть тренер, то есть все, как должно быть, стоит на этих рельсах. То есть паралимпиада – это та вершина, к которой мы стремимся и, думаю, ты тоже в том числе. Ну, это та вершина, наверное, к которой стремится каждый спортсмен, скажем так, обычный спортсмен, либо же инваспортсмен. То есть это та вершина, которую хочет покорить каждый, а уже получается или не получается – это другой вопрос. Ну вот не только стимул у нас есть, а и есть этот фундамент, оказывается. Мы не так часто об этом говорим, поэтому эту тему поднимаем и сегодня. И в первую очередь спасибо вам за то, что нашли время и пришли. Юрий Петрович, ну, насколько я знаю, все-таки дети, которые полноценно, физически не ограничены, могут нагрузки, может быть, даже какие-то достаточно тяжелые испытывать, то детки с особенностями развития, здесь все-таки нужно быть осторожными. И у них по-своему идет вот это вот становление в спортивной жизни. Да, конечно. Ну, для информации, допустим, настольный теннис взять, там делятся спортсмены на 10 классов. Первый, пятый класс – это спортсмены-колясочники, то есть сидящие. И с шестого по десятый класс – это спортсмены именно стоячие, кто стоит. Но в зависимости от класса – это сложность, именно какая проблема у человека в физическом плане. Самый легкий – это десятый класс. Вот. А шестой класс у настоящих – это самый тяжелый. Как, в каком возрасте можно начинать ребенку, вот именно в инваспорте себя реализовывать? Как, вы знаете что, я не делаю ограничения в этом. В частности, сейчас в Бресте работаю в первой школе нашей, интегрированной с первым, со вторым, с третьим классом. Да, конечно, это тяжело, потому что у детей нет совершенно ни координации, ни просто своих возможностей определенных, безусловно. И просто они маленькие дети еще. Но уже год, два года уже, получается, сейчас работаю, и вижу просто рост. То есть идет реабилитация очень хорошая. Даша, скажи и ты, когда ты стала с настольным теннисом на «ты», не на «вы»? И почему настольный теннис, Даша? Как понравился этот вид спорта? Почему настольный теннис? Знаете, была такая история, почему-то даже все смеются, скажем так. Значит, смешная история? Достаточно смешная. Дело в том, что в настольный теннис я пришла лет 13, то есть сейчас, получается, я занимаюсь уже больше семи лет настольным теннисом. А получилось все гениальное просто, знаете, когда-то, как Менделееву приснилась таблица, так мне приснился стол. И я просто увидела, что я действительно играю, и уже играю как спортсмен, скажем так. Там будут говорить, что сны не сбываются. Я не знала, скажем так, что это за соревнования. Мне не было абсолютно это никак интересно, я не могла понять, как это, что, почему. И просто на следующий день после этого мне позвонил мой преподаватель. А мой преподаватель, дело в том, что он афганец, он потерял руку в Афгане. И после возвращения с Афгана он как раз познакомился с Валентиной Николаевной Пипко. Он сейчас, если я не ошибаюсь, кандидат мастера спорта по волейболу, мастер спорта по плаванию. И вот он меня, в принципе, и привел в этот клуб. Это без одной руки. Да. Он меня привел в этот клуб. И самое интересное, что когда он меня привел, он мне предложил весь перечень, скажем так, видов спорта. А конкретно он мне предложил настольный теннис, конкретно вот такая вот ситуация. И уже через несколько дней мы познакомились с Юлием Петровичем. Замечательно. Ну скажи, за 7 лет это уже твой вид спорта? За 7 лет, да. Ты его любишь, обожаешь и ничего другого не хотела бы. За 7 лет, да. Все-таки очень много было пройдено, очень много сделано для развития. Потому что мы развиваемся не только сами. Мы хотим помочь другим детям прийти в этот спорт, вообще в инфоспорт в целом. Даша, обязательно поговорим поподробнее, я знаю, потому что ты возглавляешь даже группу в соцсетях. А пока есть у нас звонок, и это сюрприз. Юрий Петрович, может сказать, что для вас. Неожиданный звонок, мы не планировали это. И говорим нашему юному участнику добрый вечер. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, меня зовут Вика. Я хочу передать привет для моего класса. И особенно хочу передать привет моему учителю по теннису Юрию Петровичу. Узнали, Юрий Петрович? Ну, в первую очередь узнали вас, что вы в эфире. И набрали, позвонили. Вот такие приятные вещи. Спасибо большое, Вика. Спасибо большое, Вика. С праздником тебя, родителей. Ну, а мы продолжаем. Даша, расскажи, пожалуйста, подробнее, что это за группа, с какой целью создавалась, и насколько уже много участников. Да, единомышленников. Много. Да, единомышленников, ну, скажем так, относительно много. Ну, для инваспорта, вот сейчас, на данный момент, в самой активной группе, это группа, которая находится в соцсети ВКонтакте, она из всех трех, она является самой активной, и на данный момент там 35 участников. Для инваспорта это достаточно большое количество. Ну, это группа в социальных сетях. А на соревнования приезжает много девчонок и мальчишек? На соревнованиях у нас все-таки больше мужчин. Вот, ну, то есть мужская половина больше. Ну, и взрослых больше. Да, и взрослых. Вы знаете, мы, когда мы в Литву ездили... В прошлом году. В прошлом году, да? В прошлом году мы... Нет, а когда на Балтийские игры, позапрошлом. Позапрошлом. Позапрошлом году мы ездили, приглашались на Балтийские игры. Что интересно, там возглавлял эти соревнования сам, скажем так, вице-президент Федерации его спорта Литвы. И он же сам мастер спорта по настольному теннису, колясочник. И я на вопрос мне, когда мы с девочками поехали, а мы в основном там участвовали в легкой атлетике. В основном так вот вместе со сборной, с мельчанами совсем. В Дегиацию поехали. Так я говорю, а почему нет настольного тенниса? Мне хотелось, чтобы девчонки показали, как они уже играют. Они тогда школьницы еще там были. Он сказал, нет, это очень сложно, для детей мы не можем. Он сам теннисист, он сам понимает, что это на самом деле сложный вид спорта. Для любых детей, взрослых. Тоже позапрошлом году мы были здесь в показательном выступлении у нас. Это организовывался семинар областной. Приезжали соцработники, физкультурные работники со всех районов. И когда девочки стали играть, ну я так поднес еще сначала, показал пинг-понг, вместе с ними постоял, там стояли люди спокойно. Понимаете, вот они, говорю, вот так вот надо учиться, этого начинать. А потом говорю, ну сейчас девочки покажут настольный теннис. И вы как показали. И они стали, и что мне понравилось, что они не разволновались, я волновался. Потому что они, и они стали просто держать мяч, играть, накатывая там все. Ну есть элементы, которые уже отработаны, безусловно, но это как раз люди не выдержали, стали хлопать. Просто стояли, вот человек 17-20 стояло, и они стали просто хлопать. Потому что... Ну, дело в том, что мы выступали, во-первых, с партнершей. То есть мы достаточно сыграны, в принципе, друг с другом. Мы хорошо друг друга знаем, мы знаем, какие элементы получаются, какие нет. Соответственно, ну люди хотели, как я говорю, хлеба и зрелища, но показали эти зрелища. То есть мы опустили элементы, которые получаются недостаточно хорошо, и показали те элементы, которые получаются хорошо. Но все же показать их возможность, как они играют, это соревнования за рубежом, вы сказали, были в Литве. Эти возможности есть. Есть, да. Ну, сейчас есть. Вот буквально несколько лет назад мы этого еще не знали. Мы с этим не столкнулись. Вот буквально в Литву была первая поездка за рубеж, когда именно на чемпионат Литвы. Литовцы к нам приезжают постоянно. А на чемпионат мы никогда не выезжали. И тут мы выехали. И причем на самого, да. Но все равно, как говорят, глаза у Даши, мне кажется, она себе рисует хорошие перспективы. Да, надеюсь. То есть, олимпийский цикл вы как-то рассматриваете? Конечно. Готовитесь? Вообще, к чему готовитесь? В этом году открыт, вернее так, это 17-й уже, в 16-м году, год назад открылся республиканский центр олимпийской подготовки в Минске, естественно, по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Как раз начинается новый цикл олимпийский. И вот как раз в это. Нас пригласили девочки, мои ребята, они уже сейчас в этом РЦОПе по настольному теннису. То есть, это практически, можно сказать, национальная команда Беларуси. Ну, замечательно. Надеемся, что... Мы тоже очень надеемся. К сожалению, на последнюю олимпиаду у Самсонова не получилось с медалью, поэтому Даша. Держать. Да, но все-таки, Юрий Петрович, вы сказали, что это очень сложный вид спорта. Даша, что вот помогало не бросить, не остановиться? Какие-то, может быть, потом Юрий Петрович добавит, может, подчеркивает характера, да? А вот именно, что тебя держало в этом спорте? Держало? Наверное, желание преодолеть себя больше. Вот какие-то... То есть, есть такое понятие, я чего-то не могу. В связи с физическими там ограничениями, еще с чем-то. А здесь получается, когда преодолеваешь, когда в очередной раз бьешься над чем-то, не получается, не получается, потом какой-то элемент даже ты осваиваешь, ты понимаешь, что все-таки вот да, вот у меня получилось, значит, я могу больше, могу лучше. И когда, даже если вот не получается, все-таки сидишь, думаешь, ну ты же можешь это сделать, значит, ты это и делаешь. А когда еще сзади стоит тренер, который говорит, я знаю, что ты это можешь сделать. И поэтому ты все равно это сделаешь. Юрий Петрович, ну а что бы, вот, характерная для Даши, какие вот ей свойственные черты? Ну, как она, она не говорит еще о том, что... Если хочешь, можешь закрыть уши. Нет, ходила, ходила, практически она же была на домном обучении, и в школу не ходила. И поначалу там папа возил ее, все. Потом она через весь город шла на тренировки, несмотря на то, даже, 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 и, скажем так, в холодное время приходила. Причем приходила, рядом не было таких, на кого можно было посмотреть. И когда она начинала... А задания были простые, практически. Но для них были это достаточно сложно. Вот она просто набивала сколько-то месяцев. Набивала. Ну, месяца 4-5, я не могла набить вообще мяч на ракете. Просто не могла набить, мячи вылетали. Вот ребенок все равно приходил. Ну, тогда еще ребенок. Тогда ребенок. Вот приходила, все, понимаете, вот эта настойность. То есть, безусловно, все зависит... В первую очередь, должно желание ребенка быть. Безусловно. А здесь, знаете, хотел привести такой пример. Есть Хороким Мураками, известный писатель, и он же бегун. И вот он цитировал, у него даже книга есть, посвященная бегу. Марафонец он при этом. И он говорил о том, что общался с профессионалом, тоже бегуном, титулованным спортсменом. И спрашивал у него, ну вот ты с утра завязываешь кроссовки. Знаешь, да, Даша? Да, я слышала эту историю, но частично. Да, но неужели не возникает желания все бросить и обратно вернуться в кровать и поспать? Он говорит, да, конечно, более скажу, каждый день. То есть, чем отличается профессионал, который добивается успеха, тем, что он эти свои всякие слабости преодолевает. И вот, наверное, в этом залог успеха. А те, кто ведется и позволяет себе слабину дать, я так понимаю, что, к сожалению, остается не у дел. Но они просто немножко не выдерживают, наверное. Где-то нагрузок не выдерживают, где-то психологически. Потому что в инваспорте, вот если даже сравнить с большим спортом, как мы говорим, там есть еще такой элемент психологический. То есть, если мы видим, когда, скажем так, ребята, у которых нет физических ограничений, они осваивают все быстрее, а здесь, получается, приходится так, что отстаешь. Вот волей-неволей все равно отстаешь. И как бы не очень это нравится. Как это так? Я работаю, я работаю. А занимаетесь вместе, да? Да. Я всегда интегрированно занимался. Да, чтобы дети видели. Во-первых, это полезно для детей, у которых нет никаких ограничений. Потому что когда они... А сейчас дети очень инфантильные во всех отношениях. И когда они знают, ой, там тяжело, там все. Я говорю, тебе тяжело? Посмотри, тут тот квадрат. Все, никакие вопросы. А вы видите изменения в этих детях, Юрий Петрович? В детях каких? Которые вот... Которые увидели такой пример. Да, вот видят, которые... Да, конечно, им просто стыдно. Во-первых, если здоровым стыдно, что-то хныли, что-то не делать, просто стыдно. Потому что девчонки стоят и отрабатывают, у них 10 раз хуже, допустим, начинает получаться. Но они не отстают, молодцы, потихонечку. Нет, конечно, возможности разные. Но есть... Они играют на соревнованиях у нас. Вот у меня воскресный турнир постоянно проходит, каждый воскресенье. И девочки играют именно с детьми обычными. Наравне? Да. Да? Ну, сейчас последние полгода мы находимся в призерах этих соревнований. Да, с таких. Да. Вот, на последние полгода. Причем достаточно... Это влияет на отношение детей вообще к инвалидам в целом. То есть появляются новые люди, которые, допустим, колясочники, у которых яро видно, что у них есть ограничения у тех же колясочников. Но они все равно, они относятся к ним как к самым обычным людям, к равным, да. Они не смотрят, даже когда вот Юрий Петрович ставит их играть с колясочником, допустим, они не смотрят, что он колясочник. Они будут играть... То есть во все силы играют. ...по своей силе, да. И колясочник, это замечательно. Это спорный спор, конечно. Все равно. Поэтому барьеры, как говорится. Мы еще раз благодарим вас за то, что нашли время, пришли к нам в гости. Такой хороший, светлый, добрый день. Да. Первое июня. И желаем вам больших успехов, за которыми, конечно, мы будем обязательно пристально следить. Спасибо большое. Спасибо большое. Даша, не останавливайся на достигнутом. Вот я прям уверена, что мы еще услышим твое имя, будем гордиться, и поднимется флаг белорусский, да. И такой трепет в душе. Уже эти эмоции ты предвкушаешь, представляешь, что это может быть. Особенно после того, как мы узнали, как ты начинала. Ну, знаете, эмоции на всех соревнованиях разные, абсолютно разные. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше, и насколько всех нас, скажем так, хватит в этой борьбе. Желаем пережить вам новые-новые эмоции. Договорились? Да. Спасибо большое. И вам спасибо большое. Уважаемые зрители, ну и продолжаются исполняться мечты и желания наших детей. И еще один мальчик, Роберт Захарян, уже звучало неоднократно сегодня это имя. Ему подарили уже, да, представители известные наши... Уже стоит об этом говорить, Брестский гонбольный клуб. Гонбольный клуб, да, чуть позже мы... Причем сами игроки, они сделали так, чтобы шведская стенка, которая была заказана со столицы, обязательно оказалась у дома, у Роберта, в Барановича. Да, и мама сегодня звонила в эфир, заблагодарила. Поэтому давайте еще раз посмотрим на Роберта, о том, как он радовался турнику. Ну и, думаю, что не менее он радовался и шведской стенке. Стоит присмотреться к нашему герою из Барановичей, Роберту Захаряну. Возможно, перед нами будущий чемпион мира по футболу. Потому что такая преданность любимому делу не проходит бесследно. Точно принимать пас и оттачивать меткость удара юный футболист может бесконечно. И, несмотря на возраст, Роберт уже определился со своим будущим. Я хочу, когда вырасту, стану футболистом. И я буду играть хорошо в футбол. Почему-то, глядя на Роберта, веришь, что у него обязательно все получится. Несмотря на то, что у мальчик не видит один глаз, он уже целенаправленно идет к намеченной цели. Очень любит заниматься спортом, а особенно лазить по турникам. Поэтому Роберт очень хотел, чтобы у него и дома тоже был турник. И вот благодаря телемарафону «От сердца к сердцу», а также команде фитнес-клуба К2, которые не остались равнодушными к желанию Роберта, мечта осуществилась. Привет, Роберт. Тебя приветствует фитнес-клуб К2 и дарит себе этот замечательный подарок – турник. Спасибо большое. Держи. Подарок оказался настолько долгожданным, что совместными усилиями турник тут же был собран. А фитнес-инструкторы клуба Дмитрий и Татьяна провели для Роберта небольшой мастер-класс. Воодушевившись наглядным примером, мальчик поставил перед собой еще одну цель. Я мечтал о турнике, и спасибо, что подарили. Я буду заниматься, я хочу мышцы, как у тренера. Директор фитнес-клуба К2 Ольга Хитрик убеждена, что занятия спортом и здоровый образ жизни должны быть доступны каждому жителю города Барановича. Поэтому приготовили для Роберта и его семьи еще один сюрприз. Поэтому наш клуб дает вам возможность и вашему малышу заниматься у нас в зале, развивать свои способности. Вот, Роберт, держи, это тебе. А также маме мы предоставим возможность заниматься у нас в зале. Да, это вам, пожалуйста. Можно смело сказать, что на одного счастливого ребенка в нашей области стало больше. А когда все благополучно у детей, спокойно и материнское сердце. Хочу поблагодарить канал «Беларусь-4 Прест» за то, что вообще существует вот такая передача, проект для деток с ограниченными возможностями. Хочу поблагодарить спонсоров, конечно. Для нас это было очень неожиданно, очень приятный сюрприз. Такой вот. И, конечно, мы теперь знаем, что будем развиваться в спортивном русле. И надеемся, что у нас все получится. Ну и особое внимание мы снова просим уделить Роберту Захаряну, мальчику из города Барановича. Тем более, что у нас в нашей открытой студии с Татьяной Ключ появился очередной гость. Это игрок Брестского гонбольного клуба имени Анатолия Петровича Мешкова, Вячеслав Шумак, Татьяна, Слава, привет вам. Мы решили преподнести ему еще один презент. Расскажите, с чем вы пришли? Да, мы подарили Роберту домашний спортивный комплекс для развития физической культуры, чтобы он развивался как будущий спортсмен. Да, он очень любит как раз-таки всякие турники и мечтал просто о шведской именно стенке, потому что турник, как мы видели, ему подарили. Насколько важно вообще в таком возрасте, хотя всего 5 лет Роберту, понятно, что подвижные игры это всегда приветствуется, но вот такое стремление уже каких-то успехов даже в спортивном плане достигать, уже есть шанс какой-то мускулатуры, развить мальчику в таком возрасте? Ну, конечно же, я думаю, что эта спортивная стенка будет самым главным подарком, то что для развития его мышц, и я думаю, что детей нужно уже прививать с маленького детства уже к физической культуре, конечно, не к профессиональному спорту, а именно к физической культуре, чтобы они занимались, развивались, поднимали свой уровень здоровья, чтобы были крепкими. Ну, Слава, а сам ты в 5 лет о чем мечтал? Расскажи честно, что вырастешь таким исполином, станешь брестским зубром в любимой гонбольной команде. Какие были мечты? Все-таки детский праздник сегодня. У меня 5 лет, я, честно говоря, даже не помню, но я думаю, что, наверное, я не мечтал о спортивной стенке, а мечтал, наверное, о приставке какой-нибудь, там, Тетрис, там, или еще что-то, ну, какие-то новшества, которые тогда выходили, вот, и, безусловно, что дети мечтают в маленьком возрасте именно о физической культуре, чтобы у них было что-то для развития этого, это очень хорошо. Ну, Слава, в твоем лице мы поздравляем с очередным чемпионством и победой в кубке нашей любимой брестской команды. Сейчас будет большой перерыв, будешь скучать по гонболу, будешь скучать по болельщикам. Ну, конечно же, ну, конечно, немного уже хочется отдохнуть, очень тяжелый сезон у нас этот, и, конечно же, буду скучать, но еще впереди у нас сборная, у нас еще две игры, вот, и сейчас я завтра уезжаю в сборную, вот. Безусловно, буду скучать по Бресту, по нашим болельщикам, ну, немного отдохнем, а там дальше в бой. Вячеслав, ну, все-таки сегодня детский праздник, да, 1 июня, хотя сегодня и день родителей. Кстати, я, к сожалению, не знаю, есть у вас дети? Есть, 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 такой же большой, крепость по имени Леон. Ну, конечно, да, сегодня первый день лета, хотя погода такая не очень для лета. Вот, у меня есть сын, в августе ему будет 3 года. Уже к спорту как-то по чуть-чуть где-то приручать? Ну, по крайней мере, матчи не пропускают. Матчи не пропускают, да, и уже бросают левой рукой, поэтому я думаю, что все, уже будущее предначеется. А что это наше сборное есть? Вячеслав, а что это значит? Просто вот профессиональный Денис в семье, аж редкость, да. Левша ценится просто в два раза лучше, чем в прошлом. Ну, именно в моем виде спорта, да. А вот что касается гандбола, вот, Вячеслав, что вы посоветуете? Может быть, вот родители могут какие-то задатки к этому виду спорта ребенку увидеть? Или просто можно прийти, и там уже будет видно? Просто сейчас такой выбор различных спортивных секций, да, и просто, ну, иногда не понимаешь, вот почему именно в гандбол можно привезти ребенка? Ну, я не знаю, как насчет большого выбора секций, но я знаю, что лучший спорт в Бресте – это гандбол, вот, поэтому... Ну, я думаю, что лучше родители, пускай, приводят к нашим тренерам Викторию, а там уже тренера направят... Там уже разберемся. Да, и помогут ему в развитии в дальнейшем. Все-таки изначально какие-то должны быть данные? Данные, да, ну, безусловно, но у нас играют разные ребята, и у нас и маленькие играют, и большие, и... А со скольки лет к вам можно приходить заниматься? Ну, насколько я знаю, с дошкольного возраста. То есть с 5-6 лет? Ну, да, я думаю, ну... Ну, 5-6, а сам-то скрыл, что пришел-то совсем поздно. Ну, я пришел, да, я пришел поздновато, я пришел в 16 лет. Ну, как видим, не поздновато. Играешь в Лиге Чемпионов, играешь за нашу любимую команду, играешь в сборной. Мы видим и гордимся. Спасибо. Поэтому всему свое время, конечно же. Спасибо. У нас есть информация, что это не первая ваша благотворительная акция. Расскажите о вашей благотворительности, чем вы занимаетесь. Ну, да, в БГК мы часто участвуем в благотворительных акциях, хотим помочь детям, которые этим нуждаются. И недавно у нас была проведена матч Лиги Чемпионов, и все средства, которые мы собрали, были приведены на счеты. Это Дима Коричуну на помощь, там, в реабилитации ему после операции нужно. Но сегодняшний день и сегодняшняя акция особенная. Ведь, насколько я знаю, что в ней принимало участие сугубо финансово. Это каждый игрок. Да, да, это именно так. Это только мы игроками собрались, собрали деньги, вот, чтобы Роберту подарить этот домашний спортивный комплекс. Вы внесли такой вклад. Вот что вы сейчас чувствуете, осознавая, что вот эта вот домашняя стенка, она пойдет действительно на пользу этому мальчику? Ну, безусловно. Дети – это наше счастье. И почему бы их не радовать и не помогать им? Ну, все, Слава, мы отпускаем тебя к своему счастью, к твою семью. Перед тем, как отправиться на сбор, побудьте сейчас со своими родными и поздравляем с началом лета. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Продолжается наш телемарафон. Не так много времени остается до завершения нашего эфира, но не завершается телемарафон. И небольшие итоги хотелось бы подвести, что касается подарков и те мечты, которые исполнились у детей на сегодняшний день. Санаторий Святанок, Пинский район, приглашает Романа Приходько. Вот несколько слов про Романа. Он тоже должен был в качестве участника озвучить свою мечту, но, к сожалению, по медицинским показаниям не удалось нам рассказать о нем на всю область. Но, тем не менее, санаторий предоставляет ему и его маме курс лечения, поэтому пожелаем ему здоровья. Злата Богатеев, ведущая программы «Детское время», ее родители принесли куклу для Миланы, башку из Пинска. И стоит отметить, что газоаппарат перечислил финансовую поддержку, такую неплохую, денежную, потому что Милане очень нужна специализированная прогулочная коляска. И мы хотим обратиться к жителям Пинска, возможно, вы еще услышите историю про Милану Башко. Маленькая, замечательная девочка, у нее тяжелое генетическое заболевание, но она, конечно же, также хочет гулять, радоваться солнцу и теплу, поэтому при случае тоже озвучим, как ей можно помочь. Ну и, конечно же, мы напоминаем про специальный счет, который вы будете видеть на протяжении всего сегодняшнего вечера. По нему перечисленные средства пойдут на помощь театру «Глория». Да, и также театру «Глория» Жабенковский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь перечислил денежные средства. Я думаю, что они будут хорошей поддержкой, дети смогут осуществить какие-то поездки, гастроли. Но мы верим, что это будет такое поспорье, что они совсем скоро порадуют нас какими-то новинками и премьерами. Да, не все, Денис. Видишь, кинотеатр большой, приглашает детей на сеансы. Ну и, кроме того, столько исполнилось желания сегодня. Да, в очередной раз Матвей Вельгас получил фотоаппарат от Компа. Беловежский подарил велосипед мальчику Некрашевичу Диме. Его брат Денис получил так желанный им ноутбук. Большое, огромное спасибо за участие. В очередной раз мы убеждаемся, сколько неравнодушных жителей в нашей области. Это очень отрадно. Сегодня детский праздник. Но отрадно то, что это и предприятие, и, собственно говоря, сами люди, сами граждане. Сами люди, это самое главное. И смотри, что важно, Денис. Взрослые делают добрые поступки, а воспитываются дети на чем? На примерах. Поэтому я думаю, что это даже большее значение имеет то, что такой воспитательный момент здесь присутствует. Дети видят такой пример, и можно быть спокойным за наше подрастающее поколение. Ну что, продолжается не так много времени, да, последние минуты буквально. Да, и мы еще раз говорим о благотворительности и посмотрим сейчас еще такой хороший пример добрых дел. Внимание, смотрим. Семилетнему Ивану Дубагрию с рождения поставили страшный диагноз – детский церебральный паралич и атрофия зрительных нервов. Первоначальный вердикт врачей был таким – мальчик никогда не сможет видеть и ходить. Сегодня, благодаря усилиям приемных родителей, Иван может видеть и передвигаться. Для того, чтобы развиваться дальше, мальчику нужно пройти дорогостоящий курс лечения в Центре интенсивной терапии в Польше. Помочь собрать деньги на лечение решили студенты Брестского технического университета. Мальчик нуждается в постоянном лечении и проводятся различные реабилитационные мероприятия, процедуры за границей. И он постоянно нуждается в деньгах. Поэтому мы решили организовать такой благотворительный концерт именно на нашем университете. Привлекли студента, выступают. БРСМ – волонтеры, неравнодушные студенты. Беда этого мальчика стала их общей. И помощь от таких акций не только материальная, уверены волонтеры. Это помогает собрать деньги на какую-либо операцию, потому что это все очень… Ну, стоит очень больших денег, и не всегда у семьи есть возможность, чтобы, ну, помочь ребенку своему. Эта поддержка идет уже на моральном более уровне, которая, безусловно, важна. Клиники, доктора, процедуры. Много испытаний выпало на долю Вани. Но благодаря общим усилиям у мальчика есть шансы на выздоровление. Я вот не раз убеждался в том, что помощь доходила. Не только она формально на словах, а реально были случаи, когда помощь приходила, помогала, и люди были полностью здоровы. Благодаря волонтерам, благодаря людям, которые организовывают этот концерт. Ну и продолжается наш эфир, продолжаем говорить о добрых делах, о добрых поступках, о том, что их нужно делать не только в определенный день или в преддверии, или приуроченный к какому-то дню. Да, сегодня праздник. Ну и когда есть такое событие, тоже хорошо напомнить о том, что где-то внутри каждого из нас живет добро, друзья мои. И сегодня мы даем такую возможность реализовать ваши самые лучшие качества и помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Ну а главное, что мы еще рассказываем о детях, которые ограничены в каких-то физических возможностях, но при этом творят, у них есть мечты. У них на сегодняшний день у Матвея Вельгаса уже была персональная выставка. Настя Горбыч только мечтает, девочка рисует замечательно. Никита замечательно читает стихи «Мальчик с синдромом Дауна». Вы уже видели, дорогие телезрители, можно только восхититься, насколько точно ему удается передавать какие-то сложные рифмы. И он достаточно большое количество знает этих стихов. В общем, мы восхищаемся этими детьми и стараемся правильно относиться к ним, не выделять их как-то снисходительно относиться, без жалости. Ну и давай еще про творческую часть нашего телемарафона. Тем более, что мы напоминаем, что сейчас на улице Советской, как и положено, наша любимая пешеходная улица в Бресте бурлит. И сейчас там проходит большой концерт от сердца к сердцу. Есть такая возможность у каждого из вас присоединиться. И мы говорим привет нашему коллеге Паше Пчелкину, который сейчас с микрофоном «Беларусь-4 Брест» уже готов рассказать о том, какие эмоции переживают и горожане. Но мы уже видим, уже видим, что там танцуют дети. Вовка Плюмбум, мы надеемся услышать его. Чем живет Советская, как живет Советская, как проходит это мероприятие? Ну смотри, видно, что уже... Итак, друзья, мы продолжаем вести телевизионный марафон с улицы Советской в городе Бресте. Денис, Катя, да, мы здесь, да, у нас все хорошо, у нас достаточно зябко и прохладно, но тем не менее, благодаря тем людям, которых мы пригласили, они создают музыкальное настроение. Пытаемся двигаться, пытаемся танцевать, пытаемся подпевать и тем самым согреваться. По энергетике все хорошо, как мы планировали, у нас, знаете, такой лаунж и спокойный блок. Все в порядке, люди находятся в заведении, в кафе, чувствуют себя сопричастными, кто-то проходит мимо, но никто не обращает внимания на то, что происходит здесь у нас. А у нас здесь телевизионный марафон от сердца к сердцу, который, знаете, такая приятная вишенка на торте большого благотворительного отдела, которым мы вместе с вами занимаемся. Впереди еще чуть менее часа, самое интересное, о чем я и говорил, ровно в 20.30. У нас Рустам СТ, очень приятный соул, ритм и блюз, блок, который подарит поистине настоящее удовольствие. Ближе к завершению, конечно же, мы обязательно еще раз выйдем на связь. А пока мы здесь согреваемся, вам большой привет. Катя, Денис. Спасибо, Павел. Ну что, желаем, чтобы такая атмосфера солнечная продолжалась. Да, всего доброго, держитесь там, не замерзайте. Ну, вот детки какие замечательные. Ну, все-таки видно, да, кто здесь, сколько соучастников нашего телемарафона. Вот они, воздушные уже поцелуи от горожан, которые присоединились к марафону, который проходит сейчас на Советской. Это прямой эфир. Ну, я думаю, немного выступления от Павки Плюмбова прямо сейчас мы послушаем и в нашей студии. Есть нормальный вариант от Топцовских Жигулей. Ключи и две сотни на неделю нам. Капитан, ты знаешь, Крым, а как ты пеляешь до Керчи? Все походы и объезды там. Капитан, ты знаешь, Крым, а как ты пеляешь до Керчи? Клавные зрители, они не могут стоять на месте, они пританцовывают, и это здорово. Держаться невозможно. Дорогие друзья, вот такие эмоции сейчас переживает Советская улица в городе Бресте, и телемарафон «От сердца к сердцу» – это еще и такая музыкальная, творческая составляющая. Мы прощаемся с вами, Екатерина Тарасевича и Денис Липкин. Наш эфир подходит к завершению, но не заканчивается телемарафон «От сердца к сердцу». Мы передаем эстафету Роману Бичу и Ирине Никитиной. В 20.55 вас ожидает самое важное, ответственное, самое интересное. Может быть, финальная часть нашего телемарафона будут подведены. Итоги мы от лица нашего благодарим за активное участие всех неравнодушных, за вашу доброту, тепло, которое вы подарили, главное, подарки детям из театра «Глория». И хочется еще сакцентировать внимание на том, что расчетный счет вы сейчас видите, можно перечитать денежные средства, дети много гастролируют, им это поможет. И еще им необходима хореографическая помощь, если вы смотрели внимательно сюжет. Я думаю, что не остались равнодушными. Дети не видят, они не могут скопировать эмоции, пластику. Поэтому нужен особый подход к этим детям, нужен специалист, который бы вложил всю свою душу, все свое мастерство и помог им дальше развиваться. Ведь на немецком языке, согласись, постановки делать, я скажу, непросто. Мне кажется, что сегодняшний день верится в это. И уже говорят об этом и цифры, и те люди, которые на протяжении всего времени, во время телемарафона, приходили к нам в специально открытую студию, присоединялись к нему на улице Советской, просто звонили нам сюда в студию, что после этого то начинание, которое сегодня здесь зародилось, оно обязательно будет воспринято не только непосредственно. Теми, теми детками, которым и придут главные презенты, главное внимание. Это самое основное, что мы успели сделать, это показать их и сказать о том, что они рядом с нами. Эти дети не нуждаются в помощи, они просто-напросто нуждаются в небольшом внимании. И в нашей поддержке. Уважаемые телезрители, всех с праздником, всех поздравляем с началом лета. Детям, конечно же, насыщенных и интересных, с пользой, главное, проведите эти дни. Ну и родителям всего самого доброго. И будьте всегда рядом, как нужно больше проводите время со своими любимыми детьми. От сердца к сердцу стучали к вам мы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин